Здравствуйте, друзья! С вами Александр Шадов, кандидат философских наук, поэт, писатель, философ, автор 80 романов, 11 сказок, они тоже размером с романы вообще-то, да, более 30 книжек по философии, 5 философских диалогов, да, 5 книжек философских диалогов, 6 сборников стихов, да. А что ещё можно вспомнить? Что ещё можно вспомнить? Ну, повести ещё есть, ещё повести есть небольшие, так что, ну, их не очень много, и рассказы есть, тоже их не очень много, но вот как-то вот у нас такое имеется. В общем, рад вас приветствовать, у нас сегодня будет лекция, посвящённая тому, как составлять нарратив для прозы, ну, проще говоря, как писать романы, как писать прозу, какими средствами мы будем пользоваться. При этом всём я ни в коем случае не буду обращать внимание на всякие, ну, глубоко технические составляющие, вроде стилистики текста, это на отдельные материалы и лекции, да, всё это должно пойти, если кто-то закажет. Ну, и вообще, это можно изучить где угодно, ну, то есть, со стилистикой вы можете просто методичку, учебник достать по стилистике и её исследовать. Также я не буду здесь исследовать риторические фигуры, потому что это тоже не особо интересно, есть материалы и в интернете, и вообще везде, так что в целом, я думаю, вы нормально сможете изучить эту тему и нормально её структурировать для себя, уже вот как вот на уровне предложений всё составлять. Здесь мы будем рассматривать куда более крупные структуры, сюжет, нарратив, там, фабула, разные приёмы, которые существуют в подаче сюжета, и вот всё вот такое мы будем разбирать сегодня, потому что на это только нас сегодня и хватит на самом деле. Ну что, давайте так. Перед тем, как начать лекционный материал, следует ввести основные термины, которые мы будем использовать, это важно. Первое слово важное, потому что, ну, у нас так даже лекция называется «Как составлять нарратив?». Нарратив – это самостоятельно созданное повествование о некотором множестве взаимосвязанных событий, представленное читателю или слушателю в виде последовательности слов или образов. Поняли? Приняли. Что такое фабула и чем она отличается от сюжета, давайте тоже попробуем понять. Пабула. Содержание, 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 ещё раз слово содержание, подчеркнули, содержание литературного произведения, изображаемые в нём события или фактическая сторона повествования, то есть события, факты, случаи, действия, состояние в их причинно-следственной хронологической последовательности, которые компонируются и оформляются автором в процессе творческой деятельности, в сюжете, на основе закономерностей, усматриваемых автором в развитии изображаемых явлений. Сюжет. Последовательность и связь описания событий в литературном и сценическом произведении. Здесь, короче, у нас разница основная заключается в том, что фабула, она лаконичнее и меньше сюжета, и описывает исключительно самый костяк основные моменты текста, чтобы вы понимали разницу между ними. Возможно, когда вы будете работать над созданием своего собственного текста, может быть, вы будете создавать фабулу отдельно. Я так, например, не делаю. Если и делаю, то только какими-то призрачными штрихами. Но вы, в принципе, можете это сделать. Вы можете полностью проработать основные моменты сюжета в фабуле заранее и потом уже писать сюжет. Так вот, перейдем к основным вопросам, которые мы будем сегодня разбирать. Структура лекции такова. Да, но основные моменты, которые мы будем затрагивать, прежде всего, структура сюжета, потом персонажи, среда и атмосфера, действия и события, диалоги, конфликт, идеи произведения. Дополнительно еще будет отдельная глава, которая будет посвящаться всяким приемам, связанным с писательством. Это отдельная глава, я ее немножко позже написал, поэтому здесь она не упоминается. Но все же, приемы мы изучать тоже будем. Главный вопрос лекции будет звучать так. Обязательны ли все эти аспекты в литературном произведении? Обязательно ли все-таки, блин, да, читать надо учиться мне все же, да? Обязательно ли все эти аспекты в литературном произведении должны быть развиты на максимум? Да, вот как-то вот так, чтобы произведение было хорошим, классическим, потрясающим. Ну, как-то вот. В процессе исследования отдельных тем мы будем разбирать обязательные и необязательные моменты, свойственные каждому аспекту, что, на мой взгляд, тоже принципиально важно. Не менее важно заметить, что существуют многочисленные примеры документальных нарративов, которые интересно читать, но в рамках которых принципиально отсутствуют многочисленные сюжетные приемы, которые используют писатели для того, чтобы удержать внимание аудитории. Ну, также важно заметить, что некоторые прозаические тексты, которые не носят документальный характер, пытаются казаться документальными и содержат в себе черты этих самых документальных текстов, включая отсутствие многочисленных параметров, которые так или иначе указывают на те качества, которые мы выше уже обозначили и ниже будем разбирать. То есть, далеко не всегда в документальных текстах прорабатываются персонажи, потому что они уже есть персонажи, и то, как они себя ведут, это не следствие их искусственных проработанных характеров литературных, а это, по-хорошему, это их действительное поведение, как они себя повели в реальной жизни. Поэтому здесь есть нечто, в общем-то, разное. Да, то есть, важно здесь еще отличать реальность и технологию написания текстов. Мы будем разбирать технологию и будем также рассматривать возможности приближения этой технологии к реальности, потому что прозаические тексты и сценарии чаще всего пишутся по определенным технологиям. Мы попробуем сейчас научиться научиться разбирать все это на уровне именно технологии написания. Также предварительно добавлю, что данная лекция не строится на академической филологии. Мне не искусствоведов, меня здесь мало интересует. А почему? Да, почему? Почему? Я рассказываю о литературе, исходя из своего читательского, писательского и философского опыта, который был многократно проанализирован и доведен до этого состояния, в котором представлен сейчас в данной лекции. Именно поэтому никаких ссылок на исследование, тем более на исследование презренных филологов и искусствоведов здесь не будет вообще. Я думаю, вы и так, если вы смотрите мой канал, подозреваете, как я отношусь в среднем к филологам. Я думаю, вы подозреваете, что я очень критически отношусь к данному исследовательскому направлению и указываю на довольно сомнительные подходы в рамках филологии. И вообще, среднестатистический филолог, как исследователь, как знаток литературы, как человек, который может хоть что-то проанализировать и видеться мне довольно ненадежным, в общем-то, источником анализа, потому что анализ филолога нередко строится на эмоциях, оценках, собственных настроениях и переживаниях. И на фоне вот этого вот всего делаются какие-то далеко идущие выводы о гениальности, величии тех или иных произведений. Или же наоборот, о ничтожности каких-либо произведений. Ввиду этого мы просто не можем в нашем анализе, в нашей лекции рассчитывать на мнение филологов. Ну и искусствоведов тоже, на самом деле. Потому что, ну как есть, есть неплохие филологи, конечно, которые пытаются в анализ, у которых это даже иногда получается, у которых это даже бывает относительно объективно. Действительно, текст анализируется не просто в мане фантазии самого филолога, а текст. Но таких я знаю очень мало, и ссылаться на них я тоже, на самом деле, здесь не стану. Вот. Да, и считаю, и считаю противоположный подход, который очень часто применяется филологами, то есть, очень крайне субъективный анализ и использование довольно поверхностной европейской германефтики. Вот это вот все я считаю неприемлемым для нашей лекции. Да, также неприемлемым с философской точки зрения, мне кажется, подход стандартной европейской германефтики, который нередко применяется гуманитарными специалистами. Мне видится, что это путь в никуда. Да, но вы и так, наверное, знаете о моем отношении к европейской германефтике, если вы пребываете на моем канале. Фух, ну что ж, начнем. Одна из важнейших тем, которую мы сейчас затронем, ее необходимо усвоить. Это важная тема, это серьезная тема. Тема называется «Структура сюжета». По структуре сюжета обычно понимаются такие сегменты текста, как экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка и постпозиция. Начнем с экспозиции. Ну и постпозиции сверху, потому что они довольно похожи, разница лишь в том, где они находятся. Так вот, экспозиция. Экспозиция и постпозиция выходят за границы собственно сюжета, потому что повествуют о том, что было до начала того или иного сюжета, между его основными частями, или после. В экспозиции следует расстановка действующих лиц, складываются обстоятельства, показываются причины, которые запускают сюжетные конфликты. Экспозиция может следовать как перед завязкой, так и после. Многим может показаться, что большой объем в экспозиции это плохая черта. Впрочем, мы встречаем произведения классической литературы, в которых экспозиция занимает довольно большой процент от общего текста. Например, в тексте «Братья Карамазовы» вся первая книга «История одной семейки» представляет собой одну большую экспозицию, где водятся персонажи, поверхностно обозначаются основные события их жизни, и не происходит собственно сюжетных действий и диалогов. Экспозиция может служить отличным средством для того, чтобы предварительно очертить и описать мир, особенно если в основном сюжете ему будет уделяться мало времени. Также экспозиция может упростить раскрытие разных персонажей, чтобы не начинать его с самого начала. Ну и, соответственно, у нас в современном мире имеются некоторые противники экспозиции, особенно в кино. Да, мы будем разбирать здесь и киношные, на самом деле, сюжеты в том числе. Многим кажется, что экспозиция – это плохо. Почему? Потому что это легко. Да, просто легко взять и ввести что-то простым текстом, без действий, без диалогов, да, просто взять и вывалить в одном абзаце то, что можно было бы раскрывать в целой главе. Но, по-моему, в этом и заключается суть экспозиции. Чтобы не создавать длительные, скучные повествования каких-то предшествующих событий, которые являются не очень важными, ну, они важные, конечно, в какой-то мере, но они не настолько важные, как последующие сюжетные события. Чтобы не прописывать всех персонажей, которые там умерли, не умерли, там у героя была мать, она там умерла, но нам-то плевать на эту мать, нам важно, что он к ней был привязан, его, может быть, это как-то вперёд продвинуло и так далее, так далее, так далее. То есть, мы можем по-разному здесь расставлять акценты, и ввиду этого экспозиция может нам очень сильно помочь. Тем более, очень странно смотреть на сопротивление экспозиции современных многих кинокритиков, например, Бэткомедиана, ввиду того, что художественная литература имеет примеры просто тотальных экспозиционных введений, как в Братьях Карамазовых, например, это просто колоссально, там буквально целая так называемая первая книга, первая книга, вся история одной семейки, это буквально экспозиция, там нету конкретных действий, которые происходят в рамках сюжета, то есть там не сюжетные действия, там действия экспозиционные, там куда братья попали, там генеральша, там отец братьев Карамазовых, там вот то, вот то, вот то, то пятое, десятое, тридцатое, там с кем они взаимодействовали, с кем они болтали, там только вот как они болтали, это не воспроизводится, вот в следующей книге сразу там диалоги начинаются, сразу действия, диалоги, взаимодействия, прямые, а экспозиция делает введение, ну вот в Братьях Карамазовых просто начало состоит из экспозиции, Довольно большой кусок. Не из двух-трёх страниц, из многих страниц, из достаточного количества страниц. Ну, поэтому, видите, экспозицию разные авторы, разные творцы могут использовать на своё усмотрение сколько угодно раз, в каком угодно количестве. Это нигде законом не запрещено. Ну и, соответственно, произведения, которые имеют в своём начале гигантскую экспозицию, нередко считаются величайшими. Следует заметить всё-таки. Всё-таки следует заметить. А с другой стороны, важно также и подметить другой аспект. Почему всяким там вот бэткомедианам и прочим длинная экспозиция может показаться чем-то скучным? Ну, потому что они хотят воспринимать сюжетное действие прежде всего. То есть, им может быть не важна предыстория, им может быть не важно многое другое. Им проще воспринимать сюжет, особенно в кино, ну и в книгах, видимо, через действия и диалоги. Окей, хорошо, потому что действительно большая длительная экспозиция, как у того же Фёдора Михайловича Достоевского в «Братьях Карамазовых». Это действительно сложно. Это сложно читать, потому что это большие объёмы текста, это большие абзацы, в которых раскрываются десятилетия жизни людей. Вот это всё уловить довольно непросто, а реплики, которыми обмениваются персонажи, очень часто улавливаются значительно легче. И ввиду этого здесь, конечно, речь идёт о лёгкости восприятия. Потому что экспозицию... А автору легко писать экспозицию, но читателю её сложнее воспринимать. При том, что диалоги и действия автору писать несколько сложнее, но читателю воспринимать легче. Вот. Я думаю, поэтому всякие бэткомедианы не любят экспозицию. Но тут вопрос заключается прежде всего в том, а готовы ли мы пожертвовать своими силами и своим временем на то, чтобы, соответственно, знакомиться с произведением искусства, как бы сложно оно не было написано. Вот. Вот, на мой взгляд, тоже важно. Большинство классиков писали непросто. Ну, ну, ладно. Большинство, не большинство. Да, большинство. Большинство классиков непросто писали, честно. Так что здесь у нас, да, много-много-много нюансов имеется. То есть экспозиция сама по себе не является критерием плохого произведения ни в коем случае. И использовать экспозицию можно. Можно в очень широком масштабе ее использовать. Важно, ну, наверное, думать о том, что экспозиция – это инструмент. Мы этим инструментом пользуемся для... Для чего мы им пользуемся, этим инструментом? Для того, чтобы развлечь читателя. Для того, чтобы читателю это понравилось. Для того, чтобы наскучить читателю – тоже возможная функция. Для того, чтобы удивить читателя. Для того, чтобы ввести читателя в очень сложные действия, которые просто так ввести не получится, да, через сюжет. Или, например, сократить это введение с помощью экспозиции до маленького объема, чтобы не пришлось вводить колоссальное количество диалогов, действий. Ну, вот представьте себе ситуацию. Если бы у вас, например, вместо Сильмариллиона Толкиновского у вас было бы все это так же расписано, как в книге «Властелин колец». Может быть, многие и хотели бы этого, да, к слову. Многие, может быть, и хотели бы этого. Но при этом, как бы, такой масштаб, который в Сильмариллионе представлен, да, такой гигантский масштаб, уместить в нормальном прозаическом тексте очень сложно. То есть, диалоги, действия, диалоги, действия, там вот это вот все, мотивация прописывается, все-все, что мы дальше разберем, да, все вот это вот соблюсти. Ой, ой, как тяжело, и очень много, в общем-то, лишнего там будет. Но все же обратим внимание на то, что самыми важными структурными частями сюжета считаются завязка, развитие, действие, кульминация и развязка. Стандарт. Экспозиция, постпозиция, мы их добавили для того, чтобы обсудить тоже структурные элементы. Тоже играют определенную роль, но мы можем вообще без экспозиции обойтись. Ну, или с таким минимальным ее количеством, что она уместится там в одно-два предложения. Так что экспозиция не экспозиция, ну, экспозицию можно вообще в принципе приопустить. А вот завязка, развитие, действие, кульминация, развязка – это база. Некоторые, к слову, могут считать, что эта структура является универсальной, ну, поэтому это и база. Но мы сейчас разберем, почему это неправда. Но начнем сначала с раскрытия терминов. Завязка. Событие, которое является началом действия, она или обнаруживает уже имевшиеся противоречия, или сама создает, завязывает конфликты. Обязательно ли нужна завязка для хорошего сюжета? Первый вопрос, да? Я, в принципе, вполне могу себе представить, что мы можем приписать конфликты на уровне экспозиции, что может позволить нам совершенно не прибегать к завязке, по крайней мере, в ее классическом представлении. Ну, конечно, мы можем все, что угодно назвать завязкой, да? Мы можем сказать, ну, это на самом деле не экспозиция была, это была завязка. Но это уже будет нестандартная завязка, так скажем. В принципе, мы можем даже начинать с середины действия, просто сразу с развития действия, да или даже сразу с кульминацией, кульминацией, чего бы и нет, пропусти всякую завязку. Так что мы можем по-разному играть с текстом, и текст при этом все равно может получиться хорошим. Ввиду этого завязка, как элементы, является онтологически необязательным, для того, чтобы состоялось прозаическое произведение, как и, например, кульминация. Развитие действия для романа скорее, да, обязательно. А вот завязка, ну, я уже немножко предвижу грядущие вопросы, кульминации, они не совсем обязательны. То есть мы можем обойтись без них, чисто онтологически. Мы можем написать текст, который будет называться романом, в котором нет ни завязки, ни экспозиции, ни кульминации и ни развязки. Мы можем просто писать набор действий, которые никак друг с другом структуры не связаны. Хорошо это или плохо? И может ли получиться хороший роман, в котором все действия друг с другом равнозначны, и ни одно из которых не является ни завязкой, ни кульминацией, ну, только одно развитие действия идет. Идет только развитие. Вот это интересно. Мне кажется, можно. Прецеденты я сейчас сходу, наверное, не подберу. Но я полагаю, можно. Можно сказать, что экспозиция станет завязкой, но чисто структурно так говорить было бы ошибочно. Допустим, у нас есть два сюжета. В одном к Фродо приезжает Гендальф, они говорят, и у дяди оказывается проклятое кольцо Сорона. Ну, я очень плохо пересказал, но вы поняли. А в другом все это прописывается в экспозиции, и действие начинается сразу с развития. Вот. Разное. Вы понимаете, разное. То есть, если бы вместо того введения, которое было во Властелине колец, мы бы просто перенесли его в экспозицию. Это было бы два разных подхода к составлению текста. В одном случае конфликт с этим кольцом начинается с самого начала произведения. То есть, вот у нас Гендальф, вот у нас дядя. Дядя ни хера не стареет почему-то. Вот кольцо. Пук-пук-пук-пук-пук. И кольцо оказывается у Фродо. Из-за Фродо гонятся странные черные дяди. Да. Вот вам завязка в целом. Вот вам завязка. Но это мы можем просто вот так вот проговорить в тексте. Это не будет завязкой. Вы помните все диалоги, которые написаны в Властелине колец. Я полагаю, вы помните, какие действия там прописываются. Я помню, как там. Я понимаю, что вы там, наверное, помните, что все это показывается напрямую. Кто там где кольцо надевает. Кто за кем гонится. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Мы можем убрать эту завязку. Вполне. Сильно ли пострадает весь остальной текст? Ну, некоторые раскрытия Гендальфа, Фродо, они, конечно, да, они, конечно, уйдут. Но мы могли бы их просто в развитие действий перенести все эти раскрытия. То есть, мы могли бы начать с середины и начинать немножко по-другому раскрывать Фродо и Гендальфа. Вот и все. И текст, на мой взгляд, по моим личным ощущениям, он бы не стал сильно хуже. Но здесь имеется именно такой стандартный подход к составлению текста, где у нас есть завязка, развитие действия, кульминация. То есть, в Властелине и Колец все это есть. Кстати, нечто похожее мы действительно можем увидеть в некоторых частях Звездных Войн, где экспозиция задает локацию и сразу забрасывает главных действующих персонажей в некое событие. И, честно говоря, во многих случаях я могу даже сказать, что в экспозиции Звездных Войн заложена именно сама завязка. Да, мы можем сказать, что после вот этой экспозиции идет очень важное действие, которое является завязкой. Но, честно, тут очень-очень по-странному бывает. Ну, например, Звездные Войны, Война Клонов, или как там оно там называется, да, соответственно, где у нас сразу с графа с битвы, с графом Дуку все начинается. То есть, герои попадают на базу графа Дуку и начинают с ним, соответственно, сражаться. На завязку это тянет довольно странно, потому что это даже может служить кульминацией для какого-нибудь сюжетного захода. Слишком ярко, слишком высоко берется сразу планочка. И сражение ведется, ну, очень-очень-очень большое с профессионалом, ситхом. Вот, а к сражению этому приводят, собственно, события, описанные непосредственно в экспозиции. И подлинная завязка всех этих событий, когда герои были вынуждены прийти к графу Дуку, да, и начать с ним сражаться, они были заложены именно в экспозиции. То есть, в этом произведении нету подлинной завязки. Подлинная завязка, она в экспозиции находится неожиданно. И при этом фильм неплохой. И такое часто бывает, что у нас нету очевидной завязки, и все у нас работает хорошо. Также, да, я подчеркну, что у нас есть способ не только перенести завязку в экспозицию, но также и просто изолировать завязку. Вообще. Вообще ее не трогать. Сразу развитие действия. Сразу начинаем с жестоких, суровых, военных реалий, например. А не начинаем с того, что мы постепенно идем тому, вот у нас есть Капитан Америка. Опять же, да, примеры не из литературы, но все же, Капитан Америка, молодой, он еще не солдат, он дрыщ, он так... Он худощав, он слаб, он ничего не может. Он хочет служить своей родине, но он не может этого сделать, потому что он слабак. Ну вот, и начинается, собственно, развитие его как персонажа постепенное. Он раскрывается с маленького, да, раскрывается его мотивация, что он хочет в армию, любой ценой попасть, потом еще что-нибудь там раскрывается, и постепенно, постепенно действие нарастает до того, что он оказывается на войне. Мы можем просто сразу с войны начинать, на самом деле. Нередко. Минуя даже иногда мотивацию персонажей, потому что она тоже не всегда является принципиальной, да, принципиально важной. Так, ну, продолжаем. С развитием действия все понятно и без объяснений. Происходит некая череда взаимосвязанных событий. Может ли в хорошей литературе не происходить подобная череда действий? Если мы считаем те же художественные идеологи философов произведениями искусства и рассматриваем с точки зрения некой разновидности прозы, то, конечно, да, неожиданно. Да, то есть, у нас есть диалоги Платона, у нас есть вообще огромное количество повестей разные, у нас есть разные, в общем-то, поэмы, в которых только люди преимущественно диалогами обмениваются, и развитие действия, оно минимально представлено, если мы изолируем диалоги. Просто вот настолько минимально, насколько только возможно. Но всё же, если мы считаем сами реплики за действия, то нам придётся признать, что даже в диалогах Платона имеется развитие действий. Но, например, далеко не всегда там будет следующий структурный элемент – кульминация. Ну, потому что некоторые диалоги Платона просто не закончены. Вот. Некоторые диалоги Платона, они, как бы, на мой взгляд, имеют кульминацию в самом начале. Ну, например, в диалоге государства кульминация – это завершение спора с Фросимахом. Могла бы быть, да, вполне так себе. То есть, она в самом начале. Всё остальное – это уже такое скучное повествование об идеальном государстве, о справедливости и обо всём подобном. Так что, в этом плане… В этом плане оно как-то вот так вот выглядит. Если мы будем рассматривать философские произведения с точки зрения стандартной схемы анализа нарратива. Но если речь идёт о прозе, о действиях, которые в ней повествуются, часто мы встречаемся с тем, что развитие действия нужно. Оно происходит, оно двигается. Желательно, оно должно двигаться по нарастающей, чтобы от маленького к большому. Ну, и в конце – кульминация. Ну, в принципе, почему бы и не повествовать нам на уровне одного и того же действия, развития его. То есть, развитие не всегда может идти вверх. Потому что вот это вот развитие вверх, которое постоянно идёт, оно выглядит искусственно на самом деле. Когда мы считаем всякие документальные работы, нередко мы просто сталкиваемся с тем, что вот уровень действий спонтанно скачет. Ну, это более соответствует нашей жизни. То есть, у нас когда-то происходят какие-то серьёзные события, когда-то они не происходят вообще, когда-то что-то движется глубоко-глубоко вперёд, ну и так далее, так далее, так далее. То есть, вы понимаете, что жизнь не имеет структуру стандартного классического литературного текста. То есть, мы не движемся вот так вот вверх от завязки. У нас и завязка в жизни обычно не одна бывает, а много разных завязочек, которые нас приводят к тому или иному действию, потом развитие действия. Ну, развитие действия, оно, понятное дело, идёт, но оно развивается не всегда по нарастающей. И более того, чаще всего оно не развивается по нарастающей. Вообще бывает и по нисходящей развивается, и бывает довольно так уныло идёт, течёт. В общем, ну, в любом случае, неважно, куда оно течёт, и неважно, что мы описываем о обычную жизнь человека, или какие-то фантастические события. Пытаемся мы соответствовать стандартной схеме составления сюжета, или всё-таки не стараемся. Неважно, развитие действия чаще всего нас будет преследовать. Поэтому этот элемент, наверное, является самым важным в составлении структуры сюжета. Ну, и дальше идёт кульминация. В литературном произведении наиболее напряжённый момент в развитии действия. Решающий и переломный момент во взаимоотношениях столкновения литературных героев или между героем и обстоятельствами. В кульминации раскрывается острота конфликта, описанного в сюжете произведения. Кульминации могут быть разделены на разные сюжетные линии. Например, в романе Евгений Онегин, я его ещё раз приведу потом в будущем в пример, потому что неожиданно роман очень простой. Да, ну, вы знаете, я всегда критикую роман, я всегда Онегина критикую Пушкинского. Он, мне кажется, слишком простым, слишком примитивным. Но ввиду своей простоты и примитивности его очень хорошо анализировать для вот таких целей лекционных. Поэтому мы его приведём в пример, тем более вы все его читали, и вы будете иметь представление о том, что я вам сейчас буду рассказывать. Так вот, например, в романе Евгений Онегин мы можем выделить две линии сюжета. Взаимоотношение Евгения с Ленским и взаимоотношение Евгения с Татьяной. Кульминацией в первом случае является дуэль, а во втором случае встреча с Татьяной в Петербурге. Ну и развязка, вы тоже можете себе представить, что там и где является развязкой. Да, да, то есть, случай с, в общем-то, Ленским это смерть одного из персонажей, вы знаете какого. А во втором случае это отказ Татьяны. Ну, сначала она, вроде бы, в начале произведения она была вполне не против, и более того, даже очень сильно за. А в конце она уже такая no, 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 короче, нет. Да, ну, в общем, вот как-то вот так вот. И мы здесь можем анализировать данное произведение и показать, как это делалось в классической литературе. Вот. Теперь главный вопрос. Обязательна ли кульминация? Вопрос хороший, потому что фактически многие литературные произведения с большим трудом могут похвастаться сильно выделенной кульминацией. И тогда мы можем только придумать, что эта кульминация произошла. Также кульминация нередко определяется по чувствам самого читателя. Кого-то, например, в романе «Преступление и наказание» может задеть убийство старухи. А кто-то видит кульминацию в признании, а кто-то видит кульминацию еще в чем-то другом. Есть и такие, кто находит ее в эпилоге. То есть, мы здесь можем вообще в некоторых произведениях даже спорить о том, была ли кульминация и где она находилась. Не всегда это понятно, потому что каждый человек, анализируя произведение, может выделить кульминацию для себя лично, самостоятельно. Есть, конечно, настолько очевидные структурные тексты, в которых прям вот «А, ну вот кульминация, все понятно». То есть, вот действие развивалось, вот оно здесь вот-вот, а здесь вот то-вот-то и вот то-вот-то произошло. Притом, я замечу, что в авторском кино, например, сюжеты, авторское кино, да, сюжеты нарративные вполне себе, пример, далеко не всегда ярко выраженная кульминация может присутствовать. То есть, иногда действия где-то в середине фильма, в начале, могут быть куда ярче, чем в конце. Иногда получается, что кульминация может быть передвинута вообще на самое начало, иногда в конец, иногда в середину, иногда ее вообще может ярко выраженной не быть, потому что, например, данный фильм создан для того, чтобы показать нам что-то там, показать нам жестокость человека, показать нам скучность бытия, показать нам то или другое. С книгами то же самое здесь. Мы здесь все разбираем в контексте сюжета, то есть, в контексте нарратива, поэтому для нас здесь рассказы, проза, романы, сюжеты, фильмов, для нас они все равносильны в данном случае, потому что приемы применяются очень похоже, и ввиду этого мы все это просто уравниваем на самом деле, осваиваем эти приемы. Только в одном случае это будет, например, покороче, ну, например, в рассказе вы сможете там одну линию развить, может, две. А есть романы, в которых вы сможете бесконечное множество линий развивать, в зависимости от толщины вашего романа. Так вот, часто мы сталкиваемся с такой ситуацией, что кульминация в потоке событий мало выделяется и нередко определяется субъективно. Более того, действие может быть наполнено равнозначными по отношению друг к другу кульминациями. Такое нередко наблюдается в сериалах или длинных сериях книг об одних и тех же персонажах, что тоже очевидно, да, опять же. То есть может не быть какого-то, какой-то единой кульминации, то есть наиболее напряженного момента. Этих моментов может быть, ну, очень просто много. Вообще хороший сериал, он обычно и строится. Так, чик-чик-чик-чик. Опа, оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Так, так, так. Может быть немножко, да, какое сердцебиение и в конце так жих. Потом оп-оп-оп-оп, и опять жих, повторяется структура много-много раз. Причем нередко у авторов не получается, сериальных авторов нередко не получается сделать так, чтобы это шло постепенно еще по нарастающей, чтобы больше ставки были, больше проблемы и так далее, так далее, так далее, так далее. Нередко просто золотая формула заключается в том, чтобы повторять эту структуру, то есть, так, 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 накаляем, 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 бах, кульминация, развязка, бах, накаляем, 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 уже на старом же уровне сложите, оп, кульминация, взлетели, оп, кульминация, поехали, развязали. И так бесконечное количество серий можно делать. В целом, рабочая схема. Ну, потому что каждая отдельная серия может представлять собой либо мини-сюжет, либо еще что-то. Ввиду этого, многие сериалы построены по такой схеме. Ну, также есть еще схема такая, абсолютно такая же с арками, как это в аниме-арке эта штука называется. В сериалах мы тоже, наверное, можем обозначить какие-то арки, которыми мы можем ограничить один сюжет. Да, вот так вот. У нас одна сюжетная линия. Большая, да, такая массовая сюжетная линия с некоторыми ответвлениями. Внутри вот нее на протяжении нескольких серий что-то происходит, и это происходит в рамках уже обозначенной нами схемы развития, завязка, развитие, кульминация, развязка. Вот. Да. Вот. Безусловно, проще всего обнаружить кульминацию в драме или эпосе, потому что там они описываются ярче всего, но и в таком случае мы можем видеть ряд кульминаций без какого-то абсолютного финала. В чем вообще фишка в драме эпосе, ну вообще в драме, в трагедии, в трагедии тоже нередко, да, фишка? Как раз она в этой кульминации и заключается. Кульминация как прием, как структурный элемент, он действительно изначально был свойственен, в общем-то, античным трагическим произведениям. И ввиду этого, там он смотрится наиболее канонично, наиболее уместно, наиболее ярко. Ну, просто потому что вот у нас трагедия, все хуже и 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 хуже становится. Вот это вот все горой как-то вот наполняется, и в конце происходит какая-нибудь невероятная, в общем-то, кульминация с развязкой. Что ж такое развязка-то? Развязка – это элемент сюжета, в котором разрешается конфликт и исчерпываются события, изображенные в произведении. Проблема данного сегмента заключается в том, что она может пропадать во время слияния с кульминацией, ну то есть она может просто взять и быть включена в кульминацию. Да и вообще конфликт может не разрешиться, то есть развязка иногда присутствует в разных произведениях, а иногда может отсутствовать или преподноситься в слиянии с кульминацией или даже постпозицией. На самом деле, да, тут еще бонусом постпозиция может идти как отдельный структурный элемент. Разобрав все структурные элементы, мы пришли к выводу, что ни один из них, исключая разве что развитие действия, не является обязательным для произведения, ну и, наверное, для хорошего произведения. Мы можем себе представить хорошее произведение, в котором не будет всех этих структурных элементов. Конечно, многое будет зависеть от зрителя, который потребляет данный контент, ну просто потому, что может попасться такой зритель, для которого обязательно, чтобы была завязка, чтобы было развитие действия, чтобы была кульминация, чтобы была развязка. Ну, это зритель, скорее всего, не очень притязательный и, скорее всего, довольно глупый, ну просто потому, что у него какие-то очень узконаправленные вкусы к структуре, причем именно к структуре. То есть, он не будет выделять другие хорошие элементы в произведении, он не будет смотреть и рассуждать о том, а вот как вот персонажи здесь себя ведут, насколько глубоко у них здесь все вот построено, насколько интересно построен окружающий вокруг этих персонажей мир, да. То есть, он может сказать, что произведение фуфло просто исходя из того, что там нет данной структуры. Ну, ввиду этого, можем назвать данного человека просто глупым, на самом деле. Вот и все. То есть, человек не способен к анализу произведения искусства, к более тонкому, более глубокому, чем просто «О, я не нашел вот этой своей любимой структуры, на меня это не подействовало, все-все-все-все-все». Ну, хорошо, бывает. Люди по-разному болеют, соответственно. Да. Но давайте разберем, как работает стандартная структура художественного текста, в котором есть все вышеперечисленные моменты. Текст обыкновенно идет по нарастающей, от завязки, которая обыкновенно является далеко не самым ярким моментом в книге, а желательно самым таким спокойным. Вот у нас завязка, там, не знаю, что-то происходит, что-то происходит. И это на фоне других очень важных событий, нечто относительно блеклое, скорее всего. Не всегда так, иногда завязка – это очень яркое событие, иногда завязка, она прямо поражает нас, и потом нас больше поразить может только кульминация, если все правильно сделано в данном случае по данной структуре. Но в классике это выглядит обычно так. Да, у нас есть завязка относительно спокойная, у нас есть развитие действия, которое идет по нарастающей. От завязки, которая обыкновенно является далеко не самым ярким моментом в книге, через развитие действия к высочайшей точке кульминации, ну и развязки. Развязка – это уже успокоение. Это такая динамика, мощь, объемы. Они постепенно вот так вот нарастают, нарастают, нарастают. Кульминация, в точке кульминации все разрешается, и потом завершение происходит через развязку. Обычно большую часть такого текста занимает нарастающее развитие действия. То есть, вот у нас есть большая линия произведения. Вот она там завязка произошла, и вот идет развитие действия. Ну, оно обычно идет немножко со спадами, конечно, потому что нам нужны небольшие вот такие вот падения, да, потому что мы не можем постоянно держать напряжение, потому что это будет нереалистично, неправдоподобно. То есть, мы все равно вот этот пульс отсчитываем и движемся к кульминации на самый верх. Буквально получается такая интересная картина. Да, вот у нас завязка внизу где-то желательно, желательно, можно нет, можно вот так, но можно и внизу ее оставить. И постепенно, постепенно у нас есть низкое какое-то действие, какое-то там преддействие перед каким-то большим событием, небольшим. Первое большое событие, второе большое событие, третье большое событие, четвертое большое событие, кульминация, развязка. Вот как-то вот так вот оно стандартно идет. Это позволяет удерживать внимание читателя на событиях, да, тем более это позволяет создать определенный темп произведения. То, что у вас постоянно происходят какие-то действия. Ну, не постоянно, но вот опять же у вас есть пауза, которая подводит действие, у вас есть подводка, у вас есть действие. Подводка, большое событие. Подводка, большое событие. Подводка, большое событие. Подводка, кульминация. Развязка. Как-то так. Ему каждый раз предлагают все более и более примечательные события. Например, если речь идет о боевике, то главного героя ждут все более и более опасные эффектные сражения. А в финале он встретится с самым главным противником, который, вероятно, окажется не слабее его самого, что создаст интригу и позволит в очередной раз удержать внимание читателя и зрителя. И получить от произведения удовольствие, соответственно. То есть здесь идет такая психологическая игра. Мы сначала даем чуть-чуть сладкого, потом еще чуть-чуть больше сладкого, чем было раньше, потом еще чуть-чуть больше сладкого, чем было раньше, потом еще чуть-чуть больше сладкого было раньше. В конце, в кульминации просто берём и всю кондитерскую в рот, короче, засовываем читателю, всю кондитерскую продукцию, которая у нас есть, запихиваем ему в рот, у него, короче, происходит разрыв с телесенки и печени, и желудка, и всех внутренних органов, и он от радости испытывает катарсис, и, в общем, прекрасно. План такой, психологическое воздействие через повышение, постепенное, поступенчатое повышение уровня, в общем-то, интриги, ставок, действий и всего остального. Есть такая психологическая игра буквально. Если читатель умеет читать, то есть не буквально умеет читать, типа буквы читать, а умеет читать прозаические тексты, умеет воспринимать их, если он чувствителен достаточно к ним, то такой подход на уровне психологии будет довольно неплохо на него воздействовать. То есть, конечно, не всегда это можно сбить определенными способами, но всё-таки очень часто это будет именно что воздействовать на читателя, особенно на неопытного читателя. Потому что неопытный читатель, он просто поддаётся своей примитивной психологии и поехали. Поехали, да, вот просто взяли на рельсы примитивной психологии, поставили нашу читательскую машину и просто полетели. И с помощью этой примитивной психологии читатель пытается оценивать все произведения, которые он затрагивает. И это, кстати, во многом печально, и в этом, конечно, во многом беда, потому что более интересные, более сложные, более экспериментальные произведения от массового читателя таким образом обычно и уходят, и они с трудом воспринимаются, потому что они сложнее, там другая структура, она более, что ли, для него сомнительна, она более для него неприемлема, потому что он привык, что ему дозировку, вот так скажем, вот развлечения, удовольствия, это преимущественное удовольствие, такая структура, она эстетическая, она формирует, прежде всего, наше наслаждение от прекрасного, ну или не столько даже иногда наслаждение от прекрасного, восприятие ужасного. Ужастики тоже строятся по типу возрастающего уровня действия и ставок. И поэтому, ну они тоже, ну по ужастикам, кстати, это наиболее видно, что у нас есть сначала там скучный момент, завязка, монстр появляется, убивает кого-то, развитие действия, тихо-тихо-тихо, поднимаемся, там пару скримеров пошли, еще тише-тише-тише-тише, еще больше скримеров, еще страшнее, чик-чик-чик-чик-чик, и развязка, в которой там какой-нибудь мега-супер-демон появляется, начинает всех расчленять, там насилует маленьких и больших девочек, там дяденек насилует, отрубает всем головы, там главная героиня бежит, там у нее там лифчик вываливается куда-нибудь, она такая, аааа, какой ужас, о боже мой, там спотыкается, падает в лужу, там захлебывается в ней, но в лужу оказывается священный граль, который спасает ее от монстра, ну вы короче знаете, как это в ужастиках иногда происходит, так что вот как-то вот так вот. Такой план, такова психология, да, в данном случае, примитивная психология примитивного человека. Но когда человек может анализировать свою психологию и понимает, что ну его просто разводят на определенные эмоции, ну ему может уже такая схема быть неинтересна. А поэтому существуют нормальные авторы, серьезные, творческие, которые могут по-разному обыгрывать все происходящее. Ну, например, произведение может быть вообще не про сюжет, а потому кульминацию можно перенести, ну например, в начало действия, например, показать в самом начале величайшее событие ядерный взрыв, а уже потом постепенно рассказывать, какие действия и диалоги привели к нему. Это тоже может быть интересно, это может быть интересно с психологической точки зрения, не обязательно выстраивать стандартную драму и трагедию. Интерес может держаться на том, что начальное действие, так называемая кульминация, которая была перенесена в начало почему-то, она может удерживать ваше внимание на протяжении всего текста. Особенно это хорошо могло бы сработать в рассказе, потому что рассказы не очень большие. То есть, вам не нужно тратить никаких огромных усилий на то, чтобы добраться до конца колоссального там 800-страничного романа, чтобы узнать, почему взорвалась бомба. Хотя и так можно интересно сделать, я вообще, в принципе, полагаю, что это очень легко даже. Но в рассказе это еще проще, потому что вот у вас бомба взорвалась, и вот у вас происходит повествование, почему, как, кто виноват и зачем. Допустимо. Допустимо перенести кульминацию в начало. Можно тасовать предложенные элементы, убирать их, вплетать экспозицию. Все это допустимо, если делается достаточно интересно и творчески. Относительно моего опыта. Теперь расскажу, ну, потому что я тоже писатель, да, 80 романов, у меня тоже есть опыт, 80 романов. Некоторые из них крайне экспериментальные. Некоторые из них, ну, в общем, по стандартной для меня структуре сделаны. И моя структура – это некоторое развитие той классической психологической примитивной структуры, которая имеется в большинстве произведений искусства, особенно популярных произведениях искусства. Так вот, я это называю оптеструктурой. Я не считаю, что это что-то мега суперновое, да, что-то мега суперклассное, но мне в таком стиле писать крайне удобно, и мне кажется, произведения в таком стиле получаются наиболее динамичными. Сейчас я вам объясню, что такое оптеструктура для моих текстов, где в работе имеется от 4 до 8 разделов, которые делятся на 8 глав каждый. Первое, да, что мы заметили. На 7 или 8 главе происходит очередная кульминация, некоторые из которых равны, но желательно, чтобы они шли по нарастающей, к самой большой кульминации, которая так или иначе завершит все события. То есть, в каждой главе отдельно имеется свою внутреннюю структуру. Нередко, да, то есть, получается, что 4 на 8 или 8 на 8 глав у нас получается всего, да, все они имеют внутреннюю структуру, и каждый раз происходит некая кульминация в одном из сегментов, в одном из разделов. В каждом разделе имеется своя кульминационная точка и своя небольшая развязка. Все эти точки и развязки в итоге приводят нас к большому финалу, в котором в самом конце происходит некое колоссальное, невероятное событие. То есть, эта структура на несколько порядков сложнее, чем то, что мы описывали выше. Она, на мой взгляд, динамичнее, особенно с учетом, как я пишу. Я пишу довольно лаконично, и ввиду этого выглядит это довольно динамично, довольно подвижно, довольно стремительно, что мне, собственно, и нужно. Так вот, обыкновенно финальную развязку я переношу в постпозицию, где от лица автора рассказываю, что случилось с героями после кульминационных событий. Это тоже моя характерная черта. Я не люблю длинные развязки. Если произошла кульминация, произошел катарсис, произошло нечто. Вау! Короче, вот это да! Вот это поворот! Вот это было прекрасно, вот это было интересно. Произошло что-то необычайное, когда в конце оно случилось. Я не люблю уделять большое время на развязку, потому что нередко-то много упирается в кульминацию. Кульминация становится самым сильным, самым действующим, самым мощным средством. И дальше удерживать внимание читателя на развязке я бы, например, не хотел. Я бы сам не хотел, чтобы мое внимание так удерживали. Длительные развязки это не мое, я их переношу в короткую постпозицию обычно. Таким образом, сама кульминация лучше запомнится и станет более существенной для читателя. Такой подход позволяет удерживать внимание зрителя, а также позволяет ему постоянно находиться в напряжении. Потому что пережить каждую новую кульминацию, вот в этой окту структуре, обыкновенно дано не всем персонажам. Эта структура обыгрывается от 4 до 8 раз. Что также позволяет увеличить темп действий произведения и создать впечатление того, что в нем на протяжении всей работы происходили очень важные события. Этот стиль отлично подходит к моему лаконичному подходу к письму, а также лично мной воспринимается наиболее хорошо. Не слишком перегруженно, не слишком легковесно и достаточно динамично. Впрочем, экспериментировать за пределами этого подхода я тоже пробовал и до сих пор пробую. То есть я очень часто выхожу из этой октной структуры. Недавно я вообще использовал турнирную структуру. У меня есть в последнем 80-м романе просто турнирная большая гигантская таблица, в которой вообще структура повествования строится не по принципам, в общем-то, вот окт структуры, а по принципам непосредственно турнира. Турнира. Правда, турниры не персонажей, а турниры миров. С друг другом конкурируют миры. Ну, экспериментов, короче, много тоже бывает, и это тоже правильно. Это тоже правильно. Но легче всего мне писать вот в такой октной структуре, я ее заучил, я знаю, как делать неплохие романы в рамках этой структуры, как делать их динамично и хорошо. Из недостатков всего, что было сказано в данной главе, следует выделить то, что многие из вышеперечисленных элементов выделяются по субъективному наитию читателя. Сама структура может быть явной, если сам автор сделал ее таковой, если он понимал, что вообще делать в структурном плане. Но если автор не понимал, то читатель все равно при желании может наложить структурный трафарет поверх произведения. И в этом заключается один из самых больших проблемных пунктов данного анализа. Например, читатель сам для себя может определить кульминацию, даже если та не планировалась, например, по своим собственным ощущениям. Что-то показалось ему более значимым, а потому это кульминация. В этом смысле сами вышеупомянутые структуры не всегда подходят для объективного анализа произведения, потому что сами могут содержать в себе элементы эмоциональной оценки. Как мне видится, экспериментирование со структурой сюжета это то, что может вызывать интерес. И многие современные писатели и сценаристы занимаются этим. Оттого мне довольно странно слышать на некоторых литературных и сценарных курсах о том, что надо писать именно в рамках стандартной структуры, где каждая линия сопровождается полным набором завязок, действий, кульминаций и развязок. Если сюжетных линий много, то какая проблема в том, что некоторые из них оборвутся. Особенно, если они имеют вспомогательную роль. А если оборвется главное, то какой облом это может вызвать у читателя? Действительно, это хорошо. Вызвать облом у читателя – это прекрасно. Я, честно говоря, не понимаю тоже здесь проблему. Читатель – это тот, кого писатель должен насиловать жестко. Вообще, насиловать без вопросов. То есть, в этом нередко и суть заключается. Мы здесь даже не до конца для того, чтобы ублажать читателя. Мы здесь, чтобы его жестко, безапелляционно, абсолютно, абсолютно, хладнокровно насиловать так, чтобы он испытывал такие эмоции, какие бы он просто так не испытал. В этом задача нередко и заключается спровоцировать человека на эмоции, спровоцировать его на ощущения, спровоцировать его на реакции какие-то. В этом заключается суть искусства нередко. И в этом плане мы, конечно же, находимся в довольно скованных рамках, когда нам преподносят такие вот правила. Потому что это правило. Его, конечно, неплохо освоить и неплохо уметь писать в кавычках «правильно». Правильно. Но это неправильно, конечно, но именно как это по структуре есть. Я советую освоить эту структуру все-таки. Но не чтобы ее постоянно повторять, а чтобы понимать, как она работает и как к ней не приходить вообще-то лучше, как ее избегать, как пытаясь обыгрывать эту структуру, обманывать читателя, заставлять читателя ожидать чего-то, обманывать его ожидания, обыгрывать какие-то моменты, которые читатель не до конца может проконтролировать, чтобы он буквально мог возненавидеть, например, ваше произведение или испытать состояние грусти от вашего произведения. Потому что он ожидал, он думал, что вот эта девушка, она же должна жива, остаться обязательно. Такие персонажи всегда остаются живыми везде. А нет, нифига, чел, вот мы ее уже расчленили. Забей, мы ее расчленили уже. И съели. Да, как-то так. И в этом во многом и заключается творческая задача удивлять. Удивлять, удивлять, производить впечатление, производить какие-то эмоции. Если вы этого не можете сделать, ну, есть подозрение, что вы не лучший писатель. Важно понимать, что структура не является как таковой самоцелью и всегда выполняет инструментальные функции. Вот, подчеркиваем вот это вот предложение. Всегда выполняет инструментальные функции. Всегда. То есть, вы используете структуру как инструмент. Когда вы используете стандартную структуру. Для чего это инструмент? Ну, чтобы воздействовать на примитивные психологические механизмы человека в данном случае. Вот ему проще, ему очень удобно вот так вот, да, когда там, не знаю, как бы это сиентисты сказали, дофамин постепенно увеличивается и вот все такое, да. Постепенные дозы дофамина, да, наркотиков, вот этих неодобряем наркотики, увеличивается каждый раз, чуть-чуть больше доза вкалывается и человек не успевает привыкать, соответственно. Вот. Именно поэтому нет никаких абсолютных универсальных структур, которые следовало бы придерживаться всегда во всем, там вот это вот все, всегда завязка так завязка, всегда развитие так развитие, всегда вот кульминация в нужном месте, каждое действие должно заканчиваться, каждая, в общем-то, линия сюжетная должна завершаться вот всеми этими структурными элементами, всегда развязка. Это все не обязательно. Вот. Для начала писателю неплохо бы освоить классическую литературу, написать пару рассказов и, может быть, даже романов с этим ограничением, чтобы понять, как оно функционирует. Уже после можно начать экспериментировать и использовать разные инструменты. Вот. 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 И вот когда вы начнете экспериментировать, вот когда вы начнете пробовать, вот когда вы начнете делать разное, когда вы начнете делать необычное, тогда вас можно будет назвать полноценным, хорошим, зрелым писателем. А пока вы не экспериментируете, ну, вы ремесленник, соответственно. Пока вы просто следуете по этой структуре, вы просто ремесленник, может быть, очень хороший. Что же, друзья, переходим к такому понятию, как персонажа. Помимо того, что у нас есть определенная структура сюжета, в сюжете принимают участие, кто персонажи? Персонаж от латинского persona, личность, лицо. Кто такой персонаж? Давайте попробуем определение дать. Это действующее лицо художественного произведения. Главное слово действующее. Ну и лицо тоже очень важно. Действующее лицо, соответственно. Персонажем, ну то есть мы подчеркиваем, что это то, что действует, но не все, что действует является персонажем, оно должно быть лицо, олицетворенным субъектом, то есть действующий субъект получается. Если что-то действует, например, природная сила, но не обладает в рамках романа разумом, сознанием, личностью, субъективностью, то это не персонаж ни в коем случае. Если есть существо создания, которое при этом не действует, это не персонаж. У нас есть лицо, да, вот оно вот помещено, вот это вот лицо, которое потенциально обладает субъективным опытом, помещено, например, в замораживающую капсулу, и оно вообще не действует, вообще никак на протяжении всего произведения. И ни на кого не влияет. Что это значит? А это значит, что с нами здесь не персонаж тоже. Ты не персонаж, ты не персонаж, ты не гражданин. Персонажи могут быть полностью вымышленными или взятыми из реальной жизни, истории. Персонажами могут быть люди, животные, сверхъестественные, мифические, божественные существа или персонифицированные абстрактные сущности. То есть не всякая персонифицированная абстрактная сущность будет являться персонажем, только персонифицированной. Запомните, да, субъект. Субъект. Должна быть субъектность, чтобы был персонаж. Запомнили? Поехали дальше. Художественный анализ, особенно в прозе, чаще всего требует наличия персонажа, так как именно персонаж является тем, кто действует. Ведем еще два понятия. Протагонист, ведущий сюжета, центральное действующее лицо. Антагонист, персонаж, который выступает против протагониста. Часто в противопоставлении протагониста и антагониста заключается основной конфликт произведения. Но далеко не всегда. Исключения есть. То есть часто, но не всегда. Запомнили. Также можно говорить о дейтерагонисте, второй после протагониста, который может быть как раз антагонистом. Или тритагонисте, третьим после главного героя. В стандартной модели мы имеем одного протагониста, одного антагониста и их помощников, которые в иерархии текста находятся ниже главного героя. Ну, главного героя и главного оппонента героя. Нередко антагонист может быть заменен неразумной стихийной силой или сложными обстоятельствами, которые берут на себя функцию выстраивания конфликта. То есть они не будут, это уже не будет антагонистом, но это то, что будет строить конфликт. Например, чума, допустим. Допустим, чума. Происходит чума в средневековье? Че делать? Проблема? Проблема. Конфликт выстраивается? Выстраивается. Решать конфликт надо? Попробовать стоит. Кульминация может быть? Да, мы все умрем. Ну, вы поняли. И развязка, соответственно, наша могила. Так вот. При этом и протагонист может быть далеко не один, потому что события произведения не обязаны вращаться вокруг одного лишь персонажа. Также имеется возможность обмануть читателя, заставить его думать о том, что протагонистом является один человек, а после, к примеру, убить его и перевести на сторону зла, и потом начать вещать с точки зрения уже подлинного протагониста или протагонистов. Например, подобный обман мы можем обнаружить в произведении, в общем-то, ну, например, в сериале, как это сериал-то назывался? Как это сериал назывался? Там, где груди там одни, там, Ария Старк еще прыгает и убивает в конце какого-то главного босса из ниоткуда. Как это... Игра престолов. Во, в Игре престолов. Ну, тоже сначала складывается впечатление, что главным героем является тот, кому в первом же сезоне голову отрубят. Ну, вы знаете. Да. То есть, здесь обман. Здесь обман ведется. Вроде бы у нас есть главный герой. Но мы все знаем, что ему голову отрубят, потому что они актера выбрали того, который во всех фильмах умирает буквально. Но это уже ошибка, на мой взгляд, сериала была сделана. Они специально выбрали персонажа, которого все и так знали, что он умрет. Потому что этот актер редко выживает. Но не важно. Это не так важно. Так. Важно заметить, что протагониста может быть как героем, так и антигероем. А антагонист может быть положительным персонажем. То есть, мы можем создать протагониста, который является злым персонажем. Например... Сейчас хотел политический пример привести, лишь бы меня не побили за это. Ну, например, мы можем создать произведение, где протагонистом является... Адольф. Адольф, короче. Ну, вы поняли. А антагонистом, например, Сталин является. Ну, например, да. И мы все описываем с точки зрения Адольфа. Мы не одобряем Адольфа, конечно, мы все его действия как бы презираем. Но мы можем создать такое произведение, в котором он протагонист. То есть, он является главным двигателем сюжета. Вокруг него и его личности складываются все события. Все происходит вокруг него. Мы пытаемся как бы и его мысли, и его диалоги каким-то образом изобразить. Короче, центральная фигура. А при этом добрым он может не быть вообще добрым от слова ну совсем. А добрым может быть другой персонаж. Например, там Сталин. Допустим. Допустим, да. Может быть Сталин. Вообще не вопрос. Многое здесь будет зависеть уже от целей нашего произведения. От того, как мы хотим поставить акценты. Что мы хотим показать. Что мы хотим рассказать. И так далее, так далее, так далее, так далее. Конечно, чаще всего протагонистом является некий герой. По стандарту. Если мы берем стандартно, у нас протагонист самый добрый, самый хороший, самый умный. Ну, какой-то вот такой вот он позитивный, положительный. А антагонист обычно очень часто это какой-нибудь негативный персонаж. Который нам обычно не нравится. Ну, или он наоборот нам нравится. Несмотря на то, что он негативный и совершает какие-то плохие поступки. При этом в одном произведении может быть несколько протагонистов и несколько антагонистов, имеющих одинаковую иерархию по степени важности. Тут вопрос уже в сложности произведения и в том, как это произведение будет вообще с вами работать. Потому что все это просто допустимо. Иногда иерархию персонажей составить не так уж и просто оказывается. Так, сразу следует отметить возможные проблемы, проблемные архетипы персонажа. Одним из таких архетипов является архетип Мэри Сью, ну или в скобочках Марти Сью, если речь идет о мужчине. Мэри Сью архетип персонажа, наделенного автором гипертрофированными нереалистичными достоинствами, способностями, внешностью и везением. Таких персонажей очень много в произведениях популярной культуры. И кроме того, они нередко порицаются зрителями и читателями. А потому прибегать к этому архетипу лучше для решения определенных задач. То есть я не говорю, что нельзя прибегать к архетипу Мэри Сью. Я говорю, что можно прибегать, но для решения определенных задач. Если вы просто в лоб будете использовать Мэри Сью, это скорее всего вызовет негодование у огромного количества зрителей. Да и будет банально. Какие могут быть задачи? Ну, например, высмеивание самих персонажей Мэри Сью. Мы можем создать Мэри Сью персонажа, благодаря которому мы будем высмеивать других Мэри Сью персонажей. Такое очень часто появляется в последнее время, потому что тоже не самый оригинальный ход, но это вас допустимо. Или, например, мы можем ввести... Ну, или, например, можем попытаться выбесить зрителя Мэри Сью персонажами. Можем сделать персонажей всех Мэри Сью, и зритель просто будет в шоке от того, как все по Мэри Сьюшному и будет негодовать. Или что-то в подобном роде. Также подобные персонажи могут быть введены в сюжет, чтобы показать слабость и несовершенство главного героя. Что тоже на самом деле может быть важно. Вот у нас есть главный герой, и не всегда он может являться Мэри Сью. Мэри Сью может являться его учитель, какой-нибудь там сын маминой подруги, ученик из соседнего класса, который во всем всегда хорош. Хорош в спорте, хорош в учебе, хорош в речи, пользуется популярностью у девушек. Но наш-то главный герой не такой на самом деле. Наш главный герой смотрит на этого Мэри Сьюшного персонажа, может быть стремится к тому, чтобы стать таким хорошим, как он. Но у него пока что ничего не получается. В этом плане мы можем, например, сравнить... О, сейчас будут примеры из анима. Наруто и Саски. Саски Мэри Сьюшный персонаж. Ну, плюс-минус. Он талантливый, у него там Шаринган есть, он там вообще крутой, умный, классный. У него недостатков вообще практически нет, несмотря на то, что он придурок. Ну, он просто придурок. У него всё хорошо, но он придурок, соответственно. А есть Наруто, у которого тоже вроде бы много чего есть, но он при этом категорически глуп. Просто категорически туп. Он упорен, конечно, он трудолюбив, но таланта ему, очевидно, не хватает. Ему приходится перебарывать самого себя, вкладывать усердие там, где, например, тот же Сасуки делает всё довольно просто. Ну, вот как-то вот так вот. На фоне мощного, сильного, талантливого, умного, красивого, пользующегося успехом у всех девочек Саски, Наруто развивается как персонаж. То есть, да, вот здесь персонаж более-менее Мэри Сьюшный, такой очень возвышенный, является стимулом для развития другого персонажа, что вполне допустимо на самом деле. Да и в принципе и просто Мэри Сью допустимо, но опять же, как это подать, как это делать, какие вообще акценты в произведении ставятся, потому что я всегда говорю, что всё, с чем мы здесь имеем дело, все эти способы составления нарратива, это просто инструменты. Мы используем инструменты. Не инструменты используют нас, да, не мы этим инструментам что-то должны, а они нам должны. Мы их используем для воспроизведения определенных эффектов, передачи определенных идей, смыслов, образов, понятий и так далее, так далее, так далее. То есть, мы работаем, чтобы выполнить некоторые наши цели творческие. И поэтому нету ни таких инструментов, ради которых следовало бы взять и всё отбросить. Например, вот Мэри Сью. Многим людям кажется банальным и неинтересным, а поэтому давайте отбросим Мэри Сью персонажей и не будем их никогда не упоминать. Нет, будем, хотим-будем, вот захочу и сделаю кучу Мэри Сью персонажей. Вообще не вопрос. Просто вопрос, что будет компенсировать банальность Мэри Сью? Вот в чём вопрос я поставлю, да, в таком случае. Допустим, я хочу сделать Мэри Сью персонажей, и главная сразу же тема, как я это компенсирую. Вот читатель будет это читать, там Мэри Сью персонаж, он всегда побеждает, он классный, он успешный, он удачливый, он потрясающий. Что я предлагаю читателю сверху этого персонажа, будет вопрос. Вот. И никак иначе, на самом деле. Также существуют и другие литературные архетипы, применение которых в главных героях протагонист-антагонист в лоб является скорее показателем негативным. Большинство читателей могут это воспринять как банальность, другие авторы воспримут это как банальность. То же самое, что и с Мэри Сью, в общем-то. Это может быть банально, и таких персонажей неплохо бы уравновешивать какими-то другими благами. То есть, если у вас главный герой это, например, безумный ученый, ну или главный злодей безумный ученый, наверное, неплохо было бы, если бы он изобрел что-то интересное. Как минимум, да, как минимум, чтобы его безумность, вот этот банальный архетип и банальное клише, каким-то образом компенсировалось интересным изобретением, например. Или очень интересным сеттингом. Или, например, другими персонажами, которые окажутся интереснее этого ученого. Так что здесь все в этом плане довольно доступно. Кстати, я не люблю, когда люди в оценках произведений искусства пытаются взять и оценить вообще все сразу. Потому что произведения искусства разные, они делают акцент на абсолютно разные вещи. Ну и так далее, так далее, так далее. Так вот, какие архетипы у нас существуют? Давайте попробуем их перечислить. Ну, если вы не хотите впадать в очевидную банальность, их лучше вообще не трогать. Если вы хотите позаигрывать с банальностью и тривиальностью, что тоже допустимо, вы можете обыгрывать этих персонажей вполне легко. Но вы должны понимать, что вот эта база, это стандарт. Вот эти персонажи имеются в огромном количестве произведений, в колоссальном количестве произведений, что их на протяжении всей литературы постоянно упоминали, постоянно использовали. То есть, если вы просто вводите без какого-то умысла просто безумный ученый, а здесь просто благородный дикарь, а там благородный разбойник, и вот они вместе взаимодействуют, и все. Ну, это может показаться не очень интересно, на самом деле. Если у вас, опять же, нет никаких компенсаторных механизмов внутри вашего произведения, ну, чего-то интересного, чего-то бросающего там вызов, бросающего вызов вашему вниманию, например, вниманию читателя прежде всего, то, наверное, вы допустили ошибку в данном случае. Если вы не можете проработать какие-то другие аспекты, можно персонажей было бы хороших, интересных создать. Так вот, какие архетипы базовые, стандартные, литературные существуют? Давайте попробуем их перечислить. Безумный ученый, благородный дикарь, благородный разбойник, герой по неволе, дева в беде, дева-воительница, лишний человек, маленький человек, девушка-мечта, мудрец, заколдованная невеста, плохой парень, прекрасный принц, роковая женщина, странствующий рыцарь, темный властелин... Да. А трикстер и некоторые другие. Так вот, с трикстером на самом деле все довольно сложно, потому что трикстеры, на мой взгляд, топовые персонажи, чаще всего в мифологии они самые интересные, классные, многогранные, и у трикстера очень много разных граней, трикстерства. Поэтому трикстеров я бы, например, не считал автоматически банальными, потому что круто обыграть трикстера можно почти всегда. Ну и более того, трикстер подразумевает куда более широкий архетип, чем почти все, что здесь представлено. У трикстера могут быть как добрые черты, так и злые черты. Например, у темного властелина у него только злые черты. Очевидно. Его характер темного властелина сразу понятен. Вообще, все, что мы здесь видим, все, что мы здесь видим, почти все вот эти вот категории, благородный дикарь, безумный ученый, прекрасный принц, роковая женщина, странствующий рыцарь, темный властелин, это довольно однообразные архетипы по преимуществу. То есть, мы сразу видим слово прекрасный принц. Ну что, прекрасный, благородный, там красивый, припринц, да, то есть, королевских кровей, обладает, значит, еще и определенными манерами, воспитанием, там лошадь белая у него с очень большой вероятностью, там, возможно, белые длинные волосы, он такой очаровательный, такой прекрасный, такой благородный и, скорее всего, добрый. Вот. Ну, кстати, относительно прекрасного принца, интересно, как в Шреке обыгрывается прекрасный принц, тоже неплохо, на самом деле, да, вроде бы принц, вроде бы прекрасный, но конченый человек абсолютно. Абсолютно. Тоже можно и так подойти к раскрытию стандартных таких архетипов. Но вот Трикстер, Трикстер, его обыграть сложнее, вот, намного сложнее обыграть. Почему? Потому что Трикстер может быть хорошим, может быть добрым, может быть нейтральным, может быть сильным, может быть слабым, может быть низким, может быть высоким, красивым, страшным, даже глупым может быть нередко, да, хитрым, но глупым. одновременно с этим, может быть, прагматичным и непрагматичным, может быть, иррациональным, он всегда иррационален преимущественно, но может быть ещё и логичным одновременно в своей рациональности. То есть, очевидны его иррациональные потуги вначале, но он как бы, он софист при этом, он может использовать логику, чтобы всех вокруг побеждать, допустим. Это тоже вполне может вписаться в облик Трикстера. Трикстер слишком многогранен здесь, да, вот все остальные, они вполне понятны, я даже не буду вам объяснять, кто и что здесь обозначает. В общем, если у вас есть произведение безумное, если у вас произведение из безумных учёных, благородных дикарей и благородных разбойников, благородный разбойник Робин Гуд, например. Герой по неволе, тоже очень частая штука. Вот эти маленькие люди, большие люди, лишние люди, всё это тривиально, всё это в литературе уже отработано тысячи раз. Если вы хотите в очередной раз описать нам, что там у маленького человека и ничего не прибавить к этой теме, ваше произведение не будет иметь литературной ценности просто. Литературная ценность определяется теми новшествами, которые вы вносите в данное произведение. Я не считаю, что литературная ценность определяется эстетикой, потому что эстетика категорически субъективна, мы не можем её оценить. Кому-то понравится, кому-то не понравится, и каждый будет видеть ценность в своём в данном случае. Я определяю ценность через новые элементы, которые вводятся в искусство. То есть, у вас может быть произведение с безумными учёными, конечно же, я ничего против этого не имею. Да, это будет клишировано, но они могут быть там. Но! В этом и заключается весь нюанс, что помимо этих безумных учёных, в вашем произведении может быть что-то новое. И ваша цель создать что-то новое, тогда вы сделаете вклад в литературу. Хоть какой-нибудь. Все эти образы произрастают из мифологических или классических сюжетов, которые так или иначе запечатлены в нашей культуре. Чаще всего бесхитростное применение этих архетипов можно обозначить словом клише и объяснить нежеланием автора работать над персонажами. Ну, то есть, о нежелании автора работать над персонажами может быть объяснено двумя способами дальше. Во-первых, автор просто ленивая жопа, которому лень, соответственно, прорабатывать персонажей. Вполне допустимо. Второй пункт. В произведении и так слишком много всего, чтобы ещё и персонажи были проработаны. Ну, у вас не хватит, соответственно, места на нового Раскольникова, если ваше произведение посвящено прежде всего описанию мира, описанию политической структуры этого мира, например. Да, у вас очень подробно и хорошо описана политика и взаимодействие между разными персонажами. Но сами персонажи прописаны хуже, потому что вы делаете акцент на их взаимодействиях, но не на самих персонажах. То есть, вы не прописываете их мысли досконально, как это у Раскольникова происходит в голове. А вы именно что показываете взаимодействия и политические какие-то влияния. То есть, человек что-то говорит, производит некоторые диалоги, совершает договорённости, из этого происходят какие-то действия. При этом его мысли далеко не всегда можно и нужно показывать. Потому что если мы будем показывать мысли всех персонажей, каждого из них, или даже одного персонажа, какого-то более-менее главного, но помимо вот этого элемента описания мысли, у нас имеется ещё и колоссальное количество разнообразных событий, особенно политического характера, который мы тоже подробно описываем, ещё и описание там мебели, описание стен, описание улицы, описание всего, тогда текст превратится просто в помойку, к сожалению, описание нечитабельную, но и с ней работать будет нельзя. И поэтому клише это, на мой взгляд, отличный способ сделать что-то простое. Безумный учёный. Например, Василий Петрович, типичный безумный учёный. Всё. У читателя складывается картина, у него есть архетип безумного учёного, он понимает, с кем он имеет дело. Всё, конец. Можно дальше не описывать. Он был лысый, например, и с очками. Всё, конец. Мы обошлись буквально там четырьмя словами. Безумный учёный, лысый в очках. Всё. Конец. Образ сложился. Всё отлично. Мы понимаем характер. Мы понимаем внешность. Мы понимаем, что он в белом халате, скорее всего, сидит. Мы, короче, всё сразу понимаем. И у нас складывается очень быстрый образ, который не обязательно даже подробно расписывать, описывать, пояснять. Мы понимаем его мотивацию. Он безумный. И он учёный. Он безумный, и он учёный, и он безумно изобретает, соответственно, какую-то и чепуху. Его мотивация нам даже понятна просто из двух слов, из двух архетипов. И в этом плане мы таким образом себе просто упрощаем ситуацию. Если нам, ну, ну, нам может быть просто нужно вести клишейных персонажей, чтобы не расписывать кучу всего вокруг. Это неплохо. Это нормальный метод. Впрочем, автор и не обязан работать над персонажами, если его задача не пересекается с этим. Например, если автор пытается показать нам интересный и уникальный мир, то использование клишированных архетипичных персонажей может ему помочь. Потому что он сам и читатель не будет напрягать усилия при знакомстве с героями и сможет уделить внимание самому главному, например, миру. Вот. Да. Вот эту мысль я здесь и выражаю. Соответственно. Небольшое примечание, небольшое, в общем-то, отклонение от текста. Примечание. Клише – это далеко не всегда плохо. Клише – это то, что установлена традицией, некая застывшая форма. Все авторы, сценаристы, классические писатели и прочие используют клише. Что? Нормально. Клише упрощает восприятие текста или сюжета в кино читателям. Но произведение теряет смысл, если во всех аспектах наше произведение искусства состоит из клише. То есть, да, наша основная задача – добиться того, чтобы как минимум один аспект нашего произведения, как минимум один, не был клиширован. Как минимум один. Можно больше. Но чем больше, тем сложнее, соответственно. Важно осознавать, когда вы используете клише, что вы делаете сверх этого, чтобы ваше произведение имело ценность. Вот принципиально важная ценность. Для меня лично это некое новое введение, некий новый взгляд, это нечто новое. Например, в риторических фигурах или в персонажах. Введение какого-то нового, небывалого для литературы персонажа. Это новизна, безусловно. Протагонист может быть как героем, так и антигероем. Слово герой в литературе может пониматься как синоним протагониста. А вот антигерой – это тоже протагонист, но обладающий отрицательными чертами. То есть, герой иногда просто герой романа. Мы употребляем в широком смысле. А чаще всего герой понимается как позитивный персонаж. Герой – позитивный персонаж, антигерой – негативный персонаж. Например, если мы пишем книгу про Адольфа, он будет антигероем, очевидно. Проработанные персонажи должны выходить за пределы одного архетипа, потому что сложно себе представить такого человека, который в реальности бы представлял тот или иной архетип целостно. И только его, и больше ничего. Именно поэтому имеет смысл смешивать архетипы в одном персонаже, что может создать некоторую сложность в их восприятии. И надо не переборщить в этом самом смешивании. Потому что мы, писатели, можем переборщить, для нас это не проблема. Также самое важное. Все, мы разобрали архетипы. Но архетипы – это не единственный способ составления персонажа. Также возможно вообще абстрагироваться от представления об архетипах и создавать героя, опираясь на реальность. О, Господи, да, о, Боже мой. То есть, имеет смысл также пытаться цепляться за реальные черты реальных людей и прописывать их поведение правдоподобнейшим образом. Но у этого подхода есть некоторые недостатки. Во-первых, люди в реальности довольно изменчивы и непостоянны. Иногда даже сложно без наивного абстрагирования нарисовать характер человека, потому что люди проявляют себя по-разному в разных ситуациях. Это архетипы довольно предсказуемые и понятные. Это архетипы сразу человеком цепляются. Это гротеск хорошо понимается человеком. То есть, мы хорошо, ярко помним гротескные образы. Например, из романа «Мертвые души». Да, прекрасные, прекрасные помещики. Мы их все помним, потому что они яркие, они гротескные, они бросаются в глаза. Мы отлично и очень хорошо помним гротескных персонажей Достоевского тоже. Потому что, ну, например, того же Расколикова мы тоже помним, потому что он главный герой, конечно. Но, например, мы хорошо помним и гротескных персонажей, и даже в большей степени гротескных, потому что они лучше нами запоминаются, их легче анализировать. Анализировать того же Раскольникова сложно, потому что он неоднозначный. Ну, он местами тоже гротескный, конечно. Но там все равно попытка в глубину, в перемену позиции. Вот в это вот все. Поэтому нам его сложнее выцепить. А вот какого-нибудь другого персонажа довольно легко. Особенно если он прям вот гротескный-гротескный. Тогда он хорошо запоминается. А герои вершат геройство, а злодеи злодейство в этих архетипах. И с ними все очень сильно хорошо, легко и понятно. И зритель очень легко их выцепляет. Реальные же люди могут, с одной стороны, творить великие блага, а с другой совершать величайшие грехи. И это все один и тот же, в один и тот же день. Ну, например, какой-нибудь немец опять, да, в фашистской Германии. Опять примеры мои любимые, отвратительно, не одобряю их, да. Который, там, не знаю, любит своих детей, у которого семья, который за ними ухаживает, который их любит, который помогает своим родителям, который тоже любит большое количество людей, своих друзей, уважает, да. Но потом приходит на работу, в общем-то, в третий рэйк к себе, в общем-то, да, куда-нибудь в партию. И начинает подписывать приказы об убийстве, например. И это один и тот же человек, в один и тот же день, может делать. С одной стороны, любить своих родных, а с другой стороны, вот такая вот штука. В книге, в среднем, обычно, во многих книгах, не во всех, но во многих, это будет показано очень, совсем не так. Это будет совсем не так показано. То есть, если у нас человек злой, он подписывает указы об убийствах людей, или сам их лично расстреливает, является палачом, то и в жизни, скорее всего, он будет там злодеем, который там бьет свою жену, бьет своих детей, бьет своих друзей, там всех, короче, бьет. Явно человек с дурным характером будет обязательно, стандартно. Хотя, ну, в жизни тоже бывает, что человек, он и работает на дурной работе, так скажем, и является человеком с дурным характером. Так чаще всего, конечно, и бывает в жизни. Но все-таки могут быть исключения. Иначе бы военные не были бы военными, да, потому что военные, у них два режима работы, гражданские и военные, в военном они должны убивать людей, а в гражданском они должны, соответственно, ну, быть гражданинами, семью свою содержать, любить свою семью, любить своих и воспитывать детей. Так что, вот. Ага. Два режима работы. Два режима работы здесь может иметься. У одного человека противоположных. Два противоположнейших режима работы. Вот. Мало какой человек подлинно приближен к какому-то архетипу. Так вот, недостаток здесь заключается в том, что сложно получить яркого и понятного персонажа из реальности. Идеализированные образы архетипов воспринимаются гораздо легче. И поэтому гротескные, архетипические, простые, камерные такие персонажи, неполноценные люди. Или бы как Ниши выразился, знаете, вот у Ниши есть такое высказывание, есть люди, люди постепенно превращаются в какие-то отдельные органы, мол, там есть человек нос, он всегда что-то вынюхивает, есть ухо, который всегда подслушивает, там человек рот, который постоянно говорит, да. Вот здесь точно так же это работает. Нам проще ассоциировать одного человека с каким-нибудь ограниченным количеством функций. И ввиду этого нам легче воспринимать простого персонажа. И поэтому простой персонаж будет на нас легче воздействовать. Во-вторых, сложно выстроить литературный конфликт с помощью нормальных людей. Герои и злодеи, понятное дело, вступают в противоречие друг с другом, которое должно разрешиться сражением или каким-нибудь другим конфликтам. Нормальный же человек всегда может выйти из конфликта. Типа, ну, я что-то не могу, я что-то вот, что-то там серьёзно, да. Что-то вот мобилизация там идёт, а я поеду в Грузию там, например, ну, что-то вот. У меня нет никакой мотивации. То есть, литературный герой, неважно, да, там, и литературный герой, он что делает, что? О-о-о, мобилизация, пойду-ка я добровольцем, он строил конфликт сформировался. Или, о-о-о, мобилизация, буду-ка я бунтовать, да. Вот герой литературный вот так будет поступать приблизительно. В среднем не всякий, не всякий герой, но какой-нибудь средний герой такой, ох, бунтовать пойду. Потому что, да, складывается конфликт, и герой, его характер составлен так, что он не может не войти в этот конфликт в итоге. А обычный человек такой, ну, я что-то вот не знаю, короче. Я что-то вот не хочу. Вроде бы я там и поддерживаю вот эти события, но что-то я в Грузию, короче, поеду. Я не знаю, я что-то вот не знаю. Как-то вот вроде бы и Владимира Владимировича я уважаю, а вроде бы и умирать не хочется. Как-то вот так вот может рассуждать обычный нормальный человек. И в этом плане мы, конечно, оказываемся в состоянии невозможности составить такой вот классический, пышный сюжет, в котором персонаж вот будет развиваться, в который он там войдет, завязка, и он такой развивает действие, и в конце там какой-нибудь невероятный фейерверк событий происходит, и развязка. То есть нормального человека сложнее привести к такой схеме, он к ней меньше приспособлен, к сожалению. Да, вот он начинает свою борьбу, а потом затухает его настроение. Или же он начинает борьбу, а мир его вовсе игнорирует, его борьба никому не нужна. Архетипы хорошо выстраиваются в структуру, встраиваются в структуру литературного конфликта. Люди плохо. Вот и вся проблема. И конфликт в произведениях о людях настоящих обыкновенно строится на базе их собственных внутренних переживаний. Ну, например, преступления и наказания. В-третьих, сложно создать сильный образ, не прибегая к архетипизации, и не создавая, например, новый архетип. Ну и без гротеска тоже довольно сложно. Сложно создать сильный, яркий, запечатляющийся образ. Архетип чаще всего представляет собой нечто преувеличенное, контрастирующее на фоне всего остального. Человек так не контрастирует в большинстве случаев. Есть, конечно, люди, которые контрастируют. Тот же Лимонов, например. Единственное, чем он запоминается, наверное, тем, что он контрастировал. Там, может, я контрастирую. Но большинство людей не контрастируют. Так что тут проблема. И потому для придания контраста все равно приходится придавать тому или иному протагонисту или антагонисту некоторые яркие архетипические черты. Так вот, какими должны быть персонажи? Вопрос. Вопрос спорный. И тут опять же все зависит от задачи писателя. Если основная задача автора показать людей их мысли, то желательно прорабатывать персонажей. Если такая задача не стоит, то иногда даже и пытаться не стоит. Архетипы могут выполнить свою роль идеально. Например, давайте представим, что останется в преступлении и наказании без персонажей. Да толком ничего просто, если мы убираем раскрытие персонажа из преступления и наказания, у нас просто дурацкий сюжет, где дурак убивает старуху и долго переживает об этом, а мы его переживания даже не показываем, потому что персонаж не раскрывается. То есть, совершенно нелепая история. Ну, абсолютно не литературная, абсолютно слабая, абсолютно ничтожная, никакой литературной ценности не имеющая. Без серьезного персонажа и его мыслей преступления и наказания буквально ничто. Просто ноль. Там ни сюжета нормального не останется, ничего нет. Это останется серия на уровне там бандитского Петербурга и то хуже. Вот как-то вот так там, не знаю, улица разбитых фонарей, да и то даже, нет, даже не улица разбитых фонарей, там до улицы разбитых фонарей еще долго идти. Без серьезного персонажа до его мыслей буквально ничто. Но есть такие произведения, которые делают ставку не на персонажей, их мысли, их раскрытия, а на события, сюжетные повороты, ужасы, атмосферу и так далее. Почему в фильме ужасов у нас, например, почти нет глубоких персонажей? Потому что они не нужны. Потому что сейчас вас будут пугать, а персонажей расчленять. И основная эмоция, которая должна вызывать это кино, это страх. Должен ли персонаж изменяться в процессе происходящих событий? Очевидно, нет. И у нас есть огромное количество образцов, когда персонажи не меняются, но то или иное произведение мы можем называть хорошим. И я имею в виду качественные изменения. Трус становится храбрецом, а убийца правоимеющий раскаивается в совершенном преступлении. Это качественные изменения. Количественные – это когда и без того добрый герой продолжает быть добрым и, может быть, немножко улучшает свою добродетель. Трудолюбивый герой развивается в трудолюбии, а герой боевиков продолжает воевать, но может быть, немножко лучше, немножко опаснее. Это все не развитие и не изменение персонажей, это не качественные изменения, это количество изменений. Это буквально там то же самое, что у героя в РПГ появился там более мощный меч, например. Это уже не про количество. И если посмотреть на это таким образом, то мы обнаружим, что большинство героев в эпосе, литературе и кино качественно не меняются. Наруто как был самим собой с самого начала, так и остается собой до самого конца. Да, герой Арнольда Сварценеггера, ну, герой в Хищнике его, например, не меняется качественно, он как был воякой, так и остается. Все друзья у него умерли, а он все равно вояка, он все равно остался с собой, он тот, кем он был с самого начала. Это не другой персонаж, да, то есть нету преображения. Герои мифов и легенд чаще всего остаются с собой, Ахиллес в Элиаде не меняется. Кира в тетради смерти, как был мудаком, так и остался до самого конца, в финале проявив свою мудаковатость в большей степени, чем раньше. То есть тут количество изменений, то есть тут опять количество изменений, а не качественное, более того, относительно Кирова. Мне кажется, под конец вообще с ума немножко сошел, что, кстати, не считается. Преображение в сторону безумия тоже не учитывается, потому что безумие мы можем вообще в любой момент, как автора, накатить на персонажа. И что с того? Даже у Фауста Геты, если наблюдаются изменения, то они кажутся слишком спонтанными, да и вполне допустимыми в рамках одного и того же персонажа. В том же горе от ума Чацкий не меняется качественно, он остается с собой до самого конца, он не преображается. Главное слово преображается. Чтобы произошло качественное изменение, персонаж должен преобразиться, как Раскольников, например. Или как какой-нибудь трус, который становится храбрецом. Иногда в сказках это происходит. Чтобы точно запечатлеть изменения, мы должны запечатлеть именно качественные изменения. Потому что количество персонажей везде меняется, а вот качественно нет. Мне кажется, что изменения, о которым имеет смысл говорить в литературе, это преображение персонажа в нечто другое. Но чаще всего персонажи остаются собой. Они находят щиты, мечи, доспехи, обвешивают себя защитой, подчиняют сильных монстров, но сами при этом остаются собой. Преображение остается лишь внешним. А произведение о внутреннем преображении, это далеко не самые частые работы. Количественные изменения персонажей есть всегда и во всех произведениях. А потому говорить о них не имеет никакого смысла. Герой становится богаче, чему-то учится, приобретает артефакты, друзей. Но если не происходит его качественного преображения, а лишь развиваются его базовые черты и характеристики, то это лишь количественные изменения. Храбрый проявляет себя храбрейшим, сильный проявляет себя сильнейшим, слабый проявляет себя слабейшим, трудолюбивый проявляет себя трудолюбивейшим, яростный проявляет себя еще более яростным. Все это про количество, а не про качество. И теперь попробуйте посчитать ваши любимые произведения, в которых происходит реальное и бесспорное качественное преображение персонажей. Кстати, следует еще заметить, что там всякие укусы вампиров, резкие сюжетные безумия и прочие сюжетные ходы не учитываются. Имеется в виду духовное, осмысленное, постепенное преображение персонажа в сюжете, когда мы можем проследить за этим преображением. Нам надо, чтобы персонаж еще и осознавал, что он меняется, и зачем он меняется, и что он не так делает, или так делает, и так далее, так далее, так далее, так далее. Далеко не все произведения про такие изменения, согласитесь. А количество изменений просто везде есть. Если вы говорите, что в этом произведении нет изменений, ну, количественного, вы просто плохо его смотрели, или вы что-то не поняли, скорее всего. Это уже буквально не происходит в большей части классической литературы даже. Понимаете? К слову, если мы будем говорить о популярной массовой литературе, кино, аниме, играх, то мы чаще всего столкнемся с тем, что у нас там имеется колоссальная бездна необычайно стойких архетипических героев. Это принципиально тоже важно. Теперь давайте перейдем к теме, что я делаю в творчестве. Я поступаю по-разному. У меня есть неизменные главные герои, а есть изменяющиеся. У меня в работах бывает так, что в качестве равноправных протагонистов выступают нескольких героев. Также я стараюсь создавать новые архетипы. Если мне видится важным... Это мне видится важным, ибо яркий архетип хорошо запоминается, и с ним приятно работать. Ну, с точки зрения автора, конечно. Ну что ж, следующая тема, наверное, будет довольно короткой. Средная атмосфера. Следующим важным параметром для составления нарратива является место или места, в которых происходят события. Обязательно ли продумывать какое-то невероятное и незабываемое место и подробно его описывать? Нет. Место вполне может быть привычным для читателя и наблюдателя, а также вовсе не описываться, поскольку всякие описания будут излишни. Например, каждый человек неплохо представляет себе парк или кафе. Описание каждого листика в парке – это задача для графомана, а нормальный писатель обойдет ее стороной. Если акцент не делается на месте, в котором происходит действие, то его можно обозначить одним словом или одним предложением. А можно и наоборот начать описывать. То есть здесь не принципиально. Правда, бывает и такое, что автор специально создает полноценный мир или локацию, которая сама по себе является важной. Тоже такое может быть. Она не просто место, а его собственная архитектурная работа, которую он предоставляет зрителям. В таком смысле среда оказывается тем, что необходимо описывать. Также допустимо работать с местом, помещением и окружением с точки зрения атмосферы. Например, вы хотите создать атмосферу ужаса. Вроде бы все происходит в обычных местах, но есть какие-то пугающие нюансы, которые автор хочет подчеркнуть. Еще раз заметим, что проработка среды это не обязательный элемент повествования, но иногда среда является центральной. Например, существует такой термин, как архитектор миров. Функцию такого архитектора выполняет автор, который показывает зрителям новый мир. Обыкновенно это свойственно для фантастики и фэнтези. В таком случае читателю вполне может быть интересно ознакомиться с миром подробнее. И тогда его имеет смысл подробнее описывать, соответственно. Важно заметить, что среда это тоже инструмент для воздействия на читателя. И если это воздействие может быть усилено описанием среды с точки зрения атмосферы или мироописания, то прибегнуть к нему стоит. А если за описаниями не стоит ничего интересного, то их следует максимально сократить. Лично по моему опыту я стараюсь создавать уникальные миры, но обыкновенно пренебрегаю атмосферой и подробными описаниями. Чтобы не нагружать текст, я даю самые простые и понятные описания, которые позволяют запечатлеть быстрый и стойкий образ. Остальное, как мне видится, совершит воображение читателя. Нередко в моих романах встречаются герои с уникальной внешностью и характерами. А также там присутствует много событий и диалогов. Персонажи я стараюсь описывать стабильно, а вот средой часто осмысленно пренебрегаю, потому что иначе текст окажется перенасыщенным. Также замечу, что в моих романах сменяется множество локаций, каждая из которых имеет разные характеристики. Если в таких масштабах и размерах начать описывать буквально все, то получится одна сплошная скука, а не полноценный текст. Теперь переходим к еще одной категорически важной теме. Действия и события. Ну, помимо того, что у нас есть персонажи и есть место, где все происходит и определенная структура текста. Теперь как эта структура должна развиваться через действия и события. Для того, чтобы прозаический нарратив изменялся, мы также используем действия и создаем события. В действиях и событиях развиваются конфликты, меняются, если нужны персонажи, изменяются условия и даже правила мира. Действия – это акт деятельности. События – это то, что происходит в некоторый момент времени. Чаще всего события сплетаются из действий одного или нескольких персонажей. Но иногда могут быть заданы природными условиями. Например, события может быть сильнейший ливень. Но никто в данном случае не совершает никаких действий. При этом большинство событий в прозе – это результат действий персонажей. Например, война. Можно ли вообще не уделять внимание действиями событий? Вопрос главный, один из главных. Если мы отличаем их от диалогов, то можно свести действия персонажей к минимуму. Ну и от мысли персонажей тоже. Если действием не является мысль и диалог, то мы можем свести их к минимуму. И есть даже целые жанры, которые так и работают. Все-таки для прозы с трудом получится полностью изолировать действия. Все равно даже в экспозиции будет повествование о том, что кто-то и что-то сделал, а потому все пришло к тому положению дел, которое мы сейчас имеем. В диалоге, там не в диалоге, в повести, поэме и так далее. Вся ли проза делает акцент на действиях? Нет. Например, те же романы Достоевского скорее о внутреннем мире и переживаниях героев. Действия здесь выполняют вспомогательную роль, а потому они находятся на втором плане. Если есть произведения, которые пытаются удивить нас действиями, ну, допустим, боевики, допустим, Маркиз Десад пытаются нас вполне действиями уделить, есть фантастика и фэнтези про магию, где нас пытаются действиями уделить, то, например, тот же Достоевский заходит с другой стороны к данной проблеме. Действия, конечно, имеют место в любом романе, но они не всегда являются самоцелью, как, например, в боевиках или других жанрах, где это реально самоцель, которые держатся на потоке действий. Здесь также важно отметить, что чаще всего в таких жанрах действия идут по возрастающей, от более простых к более сложным, пока в кульминации не произойдет невероятный набор действий, какое-то невероятное событие, битвы с хищником, нападение, победа над инопланетянами или что-то подобное. Важно ли очень подробно описывать действия? Также зависит от того, на что мы делаем ставку. Если вы уверены, что являетесь, например, специалистом по фехтованию, и вашим читателям было бы интересно послушать о том, как правильно наносить и принимать удары, то почему бы и нет? Но иногда даже в достаточно подвижном произведении действия можно описывать просто, чтобы не ошибиться лишний раз и позволить фантазии читателя сделать свое дело. Поток событий и действий определяется автором, и желательно ему иметь некоторую структуру. Заранее отмечу, что основные точки лучше вести по возвышению, но должны быть и моменты, когда зритель расслабляется. Например, в фильмах ужасов перед скримером обыкновенно создают пугающую, тревожную атмосферу, но она достаточно бездействована в среднем. Но в момент создания этой атмосферы не происходит никаких выдающихся событий. И тут появляется серийный убийца, который убивает персонажей или сразу нескольких, а после этого можно создать очередное затишье, после которого желательно продемонстрировать действия несколько более высокого уровня. Например, в прошлый раз убийца расправился с жертвами ножом, а в следующей активной цели в сцене уже бензопилой. Получается, что структура действий по их активности и значимости в идеале, в классическом варианте, представляет собой волнообразный график. Я уже его показывал несколько раз. Вот, 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 опустились, вух, еще выше, опустились, вух, кульминация улетела. Молодцы, молодцы, красавцы, хорошо, 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 сработано, молодцы. То он поднимается, то снова опускается, но при этом обыкновенно высшие точки с каждым новым возвышением стремятся все выше, и выше, и выше, и выше, и выше, и выше. Кстати, когда я пишу довольно большие серии, бывает довольно сложно взять и пробить все еще следующий, все следующий, следующий потолок предыдущей кульминации, в предыдущем разделе. Так что, да, надо измерять свои силы. Можно ли избежать такой структуры? Вполне, точки возвышения могут быть одинаковыми или даже идти по не спадающей, особенно если произведение не посвящено, собственно, действиям. Например, в начале романа у нас была война, большое действие, но герой покидает войну с ранением, и дальше в его жизни не происходит ничего, что по уровню значимости действия могло бы сравниться с войной. Он думает, он ведет интересные диалоги, он живет и развивается в сюжете благодаря этому, а не благодаря действиям. Из такой схемы тоже можно получить хорошее произведение, но многое, как я часто проговариваю в данной лекции, зависит от акцента, который делает автор. Примечание. В итоге оказывается, что ни один из перечисленных аспектов прозы не является обязательным. При анализе успешных произведений мировой литературы и кинематографа мы часто обнаруживаем исключения из правила. Эти исключения очень часто нас глубоко трогают, замечу. И это нормально, потому что сущность творчества – это эксперимент, создание чего-то нового. Я в данной лекции пытаюсь лишь разъяснить классику, основы и показать, что они не являются незыблемыми. Показать, как творить новое пальцем нельзя. Если я скажу, вот оно, новое, твори вот так вот, мой друг, то человек будет повторять кого-то и не сможет создать новое. С другой стороны, для создания нового необходимо владеть и теми инструментами, которые будут новизну поддерживать. Например, вы не собираетесь делать акцент на персонажах и будете описывать невероятные по масштабу действия, в которых нюансы отдельных человеческих личностей ничего не решают. Это ваш выбор. Но также неплохо к этим масштабным и уникальным событиям добавить хотя бы немного понятного и стандартного для считателя персонажа, с которым ему будет хотя бы удобно взаимодействовать, а также хотя бы просто набросать какую-нибудь среду, чтобы в этой среде эти события происходили, чтобы это было не в пустом месте. Всегда и во всем быть новатором невозможно, также заметим. И там, где ты не нов, неплохо быть хотя бы качественным ремесленником. Можно и средним. Качественным или средним ремесленником, но в чем-то быть выдающимся при этом в данном романе. Если вы не овладели основами письма, допускаете грамматические ошибки, рандомно расставляете запятые, то ваши новаторские находки мало кто попытается оценить. То же самое может произойти, если вы придумали уникальный мир, в котором нет больше ничего, кроме этого мира, во всех остальных аспектах вы хуже новичка. То есть, вы вообще не умеете персонажей, вообще среду вообще никак не прописываете, вообще ничего не делаете, ошибки везде допускаете, никому это все неинтересно. Мир может быть и прикольный, но читать это никто не будет. То есть, вы должны быть еще и ремесленником. И творец, и ремесленник одновременно это идеально. То, что ремесло будет забивать те белые пятна в творчестве, которые вы не можете охватить своей творческой силой в данный момент. Просто потому, что задачи не те стоят. Будет какое-то нагромождение творчества, которое никто не поймет, и так далее, и так далее, и так далее. То же самое может произойти, да-да-да-да-да, работать с персонажами, событиями, диалогами и прочими, вы не умеете даже на среднем уровне. Если это так, это плохо, короче. Тогда ваш мир не будет никому интересен. А ваша цель, чтобы помимо того, что у вас есть что-то новое, вы еще и со старым хорошо отработаете, качественно это сделаете, хотя бы на среднем уровне. Надеюсь, у вас все это будет получаться. Именно поэтому я рекомендую сначала освоить банальные основные ремесла, научиться работать с типичными архетипами, научиться прописывать обычные ситуации по той модели, которую я прописал выше. Да, все большее возрастание с чередующимся убыванием. И только потом уже стараться экспериментировать. Напишите несколько банальных рассказов и покажите их кому-то, но попросите оценивать не с точки зрения новаторства, а с точки зрения именно ремесла. Нормально ли читается? Архетипические персонажи, нормально ли взаимодействуют друг с другом? То есть, да, ну вот, не хуже ли чем там в Наруто? Не хуже ли там, чем, я не знаю, в боевике с Арроллером с Варценеггером? Не хуже ли чем где-нибудь в каких-нибудь простых каких-то произведениях, в которых даже акцент не делается на развитии персонажа, очень сильный? И так далее. Вас интересует на первых порах именно дойти до уровня ремесленной нормы, а уже потом, исходя из него, двигаться к вершинам творчества. Ваша работа в итоге не должна быть, наоборот, ваша работа в итоге должна быть комплексной. И вы должны располагать наибольшим числом литературных инструментов, чтобы выбирать между ними и соотносить их с задачами. Важно не пихать все ваши инструменты в одну корзину, важно грамотно их использовать и создавать полноценный и вполне перевариваемый для вашей потенциальной аудитории текст. Также важно заметить, что многие сразу же начнут вас сравнивать с высшей лигой своих любимых творцов, писателей, классиков, гениев, режиссеров, литераторов, сценаристов, при том сравнивать на субъективном уровне. Они не будут говорить, чего конкретно вам не хватает. Они будут просто ставить вас в один ряд Достоевским, а потом говорить, что вы просто чепуху написали и рядом с Достоевским не стоите. Хотя вы и не пытались писать, как Достоевский, например. То есть вы даже наоборот пытались писать противоположным образом по отношению к творчеству Достоевского. А вас будут все равно там с ним сравнивать. Вот к таким критикам их надо просто игнорировать. Такие критики вам на пути становления не нужны. Необходимо постепенно совершенствоваться в двух направлениях, ремесленном и творческом. Для первого совершенствования необходимо освоить некоторые стандартные формы. Для второго учиться создавать нечто новое. И ввиду этого всякие критики, которые сравнивают вас с Достоевскими, ну они вам просто не помогут на самом деле. Потому что у Достоевского из своих недостатков на самом деле полно. Достоевский сам не в идеале владел всеми инструментами. У Достоевского тоже были свои проблемы. Но если вас преследует субъективное сравнение, в котором Достоевский это эталон, просто эталон, просто эталон, да. Просто, знаете, мера, мера всех вещей. А вы не Достоевский при этом, ну вы проиграете в любом случае. Потому что вы не будете Достоевским, вы будете там, вот я буду Шадовым, вы будете там, как вас зовут, фамилию вашу, да вот вы будете вот этим человеком. Вы вряд ли будете Достоевским. Если вы хотите играть по правилам Достоевского и писать как Достоевский, можно, конечно, поучиться, но это абсолютно необязательно и даже, на мой взгляд, скорее вредно. В общем-то, копировать чей-то стиль, копировать чьи-то основные фишки, копировать чьи-то акценты полностью. Вот это, наверное, антитворчество будет. Это будет антитворчество, и мы такое, на самом деле, не особо поддерживаем. Ну что, перейдем к теме диалогов. Диалоги представляют собой важную составляющую многих литературных жанров. Иногда в рассказе или даже в романе их может быть совсем немного, но существуют и такие литературные формы, которые невозможно представить без диалога. Диалог – это обмен репликами между двумя или несколькими персонажами. Отличный пример хороших диалогов – ну, это диалоги Платона неожиданно. Классика, стандартная, отличная, технически прекрасно составленная. Я буквально рекомендую прочитать их и попробовать написать такие диалоги, потому что в них есть самая важная диалоговая черта, которой научиться довольно сложно. Это связь реплик двух персонажей. Если связи нет, всё плохо. Далеко не всегда в классической литературе или кино мы наблюдаем такую связь, потому что её намеренно нивелируют. Это важно заметить, да, намеренно нивелируют. Но наша первая ремесленная задача – научиться писать последовательные и связанные диалоги, хотя они не обязательно. И вот вы приступаете к написанию диалога, и вы пишите «Привет!». Другая реплика – это тоже «Привет!». Так вот, приветствие при желании можно опустить. Также можно промотать ту часть диалога, где герои спрашивают, как их дела и каково там им, что они там делают, какая погода. Почему? Потому что чаще всего это неинтересно. Наша основная задача – написать максимально короткий, интересный, техничный текст, в котором имеется наибольшее количество элементов. И в котором, ну, в котором нет, наоборот, даже наибольшее количество элементов будут иметь хоть какой-то смысл, а не просто находиться там, где они находятся. Потому что у автора нет фантазии и навыка. Мы должны показывать интересное. Диалог должен быть интересным. Действие должно быть интересным. По большей части, всякие неинтересные вещи должны нивелироваться. Они, если есть какие-то неинтересные вещи, желательно они должны подводить к интересным. Например, есть не очень интересная мысль, но герой в итоге через нее приходит к более интересной мысли, например. В этом и заключается суть. То есть, если в тексте и есть что-то неинтересное, оно должно существовать для того, чтобы это интересное поддерживать. Вот. Имеет смысл сразу переходить к содержательной части диалога, которая... Да, что должен делать диалог? Какие функции диалог выполняет? Вот у нас А, Б, С и Д. А. Раскрывает персонажа. То есть, показывает его характер, размышления, изменения, может быть, показывает ему мотивацию, раскрывает зачем, почему он что делает. Любого персонажа, главного героя, соседа, соседки, девушки, антагониста, протагониста, мегагониста, всех вторых, третьих, четвертых, пятых, шестых персонажей можно раскрывать. Если диалог раскрывает какие-то характерные черты персонажа, все хорошо, нормально Но он может не раскрывать черты персонажа Что же тогда он может делать, если он не раскрывает черты персонажа? Вторая функция – двигает сюжет То есть, провоцирует действие и проясняет мотивацию действующих сил Ну, мы, например, и так уже знаем, что наш персонаж, допустим, довольно импульсивен И он поведется на провокацию И вдруг ему, в общем-то, заявляет антагонист Я твою мамку, ну вы понимаете, что он с ней делал, да? Ну и протагонист вынужден ответить То есть, такой диалог может спровоцировать определенные действия Это я очень упрощенно, конечно, рассказал вам, но суть та же в целом Ну или, например, да, антагонист говорит протагонисту, что он запер там принцессу В далеком-далеком замке И чтобы достать принцессу, надо пойти в этот замок, убить дракона И так далее, и так далее Но мы знаем, что протагонист и так пойдет это делать, если все это узнает То есть, никакого раскрытия персонажа здесь не происходит А вот это спровоцирует действие, безусловно, двигает сюжет Еще один вариант Допустим, диалог не раскрывает персонажа и не двигает сюжет Что еще он может делать? Раскрывать идею Например, основная проблема вашего романа Это вопрос о существовании нравственности при условии, что никакого бога не существует И в диалоге выясняется, что если бога нет, значит и все дозволено Ну, например, да, вот такой пример можно привести То есть, персонаж раскрывается, ну в какой-то мере он здесь тоже раскрывается при раскрытии идеи Обычно раскрытие идеи и раскрытие персонажа идут параллельно Потому что персонаж тот или иной является носителем той или иной идеи И поэтому раскрытие идеи является в том числе раскрытием персонажа Но могут быть персонажи Такие, вторичные особенно Которые раскрываются только с точки зрения раскрытия идеи И больше ни с какой То есть, мы не раскрываем его характер Мы не раскрываем его прошлое Мы не раскрываем его чувства, эмоции Мы не раскрываем его характерные черты Мы не раскрываем его темперамент Мы ничего не раскрываем об этом персонаже Кроме той идеи, которую он нам несет Это тоже допустимый подход к некоторым персонажам Далее, Д, самый важный вариант, тоже вполне допустим Если диалог веселит и развлекает читателя Например, диалоги Тарантино носят развлекательную функцию То есть они провоцируют и привлекают внимание То в таком случае, если его веселит и развлекает читателя То все тоже нормально Диалог выполняет определенную миссию Возможно, вы можете предложить какие-то другие дополнительные варианты Если все это будет работать на ваш текст Если все это будет каким-то образом вплетено в сюжет Но я бы еще дополнительно сказал, да, раскрытие мира можно сделать Раскрытие атмосферы, раскрытие окружения, раскрытие всего вот этого Тоже сюда можно поместить без каких-либо особых проблем Да Так вот Но есть другой нюанс Если диалог не выполняет никакой функции в тексте То его можно убрать Вот вы видите диалог И он вас не развлекает Он не раскрывает идею Он не движет сюжет Он не раскрывает персонажа Он не описывает мир и условия этого мира И правила этого мира не описывает Что-то здесь не так с этим диалогом Что-то есть подозрение, что он не нужен Можете попробовать спросить автора А зачем? Автор говорит Я просто так Я так вижу, я так чувствую Значит, лишний диалог, соответственно Можно убрать Другое дело, что далеко не каждый читатель Может понять необходимость того или иного диалога Тоже важно заметить Большинство читателей, например, с трудом поймут Философские беседы на разные темы В том числе среди этих читателей Еще и редакторы могут находиться, к сожалению А потому важно из того или иного диалога Определяете, ну, во многом вы сами Как автор, ну и читатели, когда они читают Но они могут не очень правильно это определить И тут важно Тут тоже важно помнить о читателя Кстати Есть разные нюансы Да, можно, например, попробовать через мысли героя или автора Обыграть банальный диалог так, чтобы раскрыть персонажа Ну, например Привет Холодно сказала Мария своему деду Пожелав ему в мыслях скорейшей гибели Привет, ответил пожилой мужчина С легкой и теплой улыбкой Мы раскрыли двух персонажей только что Произошло раскрытие персонажей Но как? Не вполне через диалог, но как? Все равно, видите, можно и так попробовать Диалог, состоящий из двух приветов И некоторых пояснений С ним смог справиться с задачей раскрытия персонажей Также еще пару раз подчеркну Научитесь делать последовательные диалоги Чтобы герои обменивались репликами в рамках одной темы Я понимаю, многим людям тяжело Многие люди так не умеют А многие люди не умеют даже репликами обмениваться в рамках одной темы Я понимаю, что даю вам непосильную задачу, люди Я принимаю, да, я принимаю вот это вот все Я знаю, что многие не могут Но Надо учиться Василий Петрович, неплохие у вас очки Очки-то у меня неплохие А вот зрение ужасное И что с вашим зрением? Трудно сказать Ведь у врача я не был уже много лет И почему вы не посещаете врачей? Боюсь, очень боюсь Каждая фраза цепляется за предыдущую фразу В данном случае у нас получается последовательный диалог Более того, в этом диалоге раскрылось, что наш герой Василий Петрович боится врачей А это значит, что мы можем это использовать в дальнейшем Если у него появится заболевание, то с большой вероятностью он не обратится к врачу Что повлечет те или иные последствия для нашего литературного действия Прекрасно, прекрасно, замечательно Вот как-то так оно и работает Также Важно создавать разным персонажам мыслительные или речевые особенности Герои обладают разным словарным запасом Используют разные слова-паразиты Иногда говорят с акцентом или другими особенностями По-разному смеются По-разному реагируют на шутки Кто-то говорит преимущественно длинными предложениями Кто-то короткими У кого-то и те, и те предложения встречаются В идеале персонажи должны быть прописаны в диалогах Чтобы любая их значительная реплика Была найдена среди прочих без прояснения того, кто это говорит Мы все равно будем прояснять Но в идеале, если закрыть кто и что говорит Мы у хорошего персонажа При достаточном внимании и усердии сможем узнать реплику Если вы достигнете такого мастерства, вы молодец Чтобы эти правила работали Необходимо не только соблюдать речевые особенности персонажей Но и помнить об их специальности, интересах Основных сферах, где они проявляют себя Конечно, не обязательно, чтобы каждый персонаж был особенным И выделялся среди остальных Но среди основных персонажей нам лучше иметь представление о том Кто они и как общаются Это позволит сделать диалоги более насыщенными и разными А персонажи более узнаваемыми И вообще взаимосвязи в диалогах более важными и интересными В общем Если вы хотите прорабатывать персонажей Если это ваша основная цель Начинайте с диалога Даже если вы не особо хотите прописывать, прорабатывать персонажа как Достоевский Делайте так, чтобы персонаж говорил в диалоге уникально Это позволит вам не занимать много текстового места Если вы через диалог проявляете персонажа Но и при этом давать какую-то информацию о том, как человек этот мыслит Какими категориями, что говорит В каких темах специализируется и так далее Это тоже важно Это более лаконичный способ раскрытия персонажей Теперь переходим к очень важному моменту Уже много раз в этой лекции говорилось о конфликте Конфликт – это главная движущая сила сюжета Конфликт создает мотивацию персонажам и втягивает их в череду событий, которые имеют место в произведении Конфликт – это столкновение противоположных сторон мнений сил Серьезное разногласие или противоречие между персонажами или персонажем и реальным положением дел Конфликт присутствует в подавляющем большинстве произведений текстового европейского искусства Давайте опишем простой конфликт У нас есть странствующий рыцарь, который спасает принцессу из лап дракона Конфликт заключается в том, что рыцарь благороден и хочет помогать людям А некое чудовище людям вредит Это и создает конфликт, побуждающий к действиям Второй конфликт – у дворянина король убивает всю семью А потому дворянин хочет убить короля любой ценой Здесь конфликт формируется желанием отомстить Приведу пример из своего романа Герострат олицетворяет идею вечного обновления и желает уничтожить всех идолов в разных мирах Идолы и всякие места поклонения, типа храма Артемида и других храмов, идолов, статуй великих Его основная цель – уничтожать идолы Но при этом жители этих миров, они не хотят, чтобы идолы и священные сооружения уничтожались Конфликт Персонаж, протагонист имеет одну цель Антагонисты, да, не антагонисты, те, кто ему сопротивляются, имеют противоположную цель И на фоне этого возникает конфликт Таким образом формируется противостояние Герострата и всех остальных Обязатель ли конфликт? На антологическом уровне, чтобы назвать роман романом, там, не знаю, драму-драму, произведение-произведение Ну, на самом деле, не вполне обязательно Но в произведении и мотивации людей... Ну, вообще, в произведении и мотивации людей в произведении может не быть конфликта Например, при чтении документальных работ мы можем вообще не обращать внимания На отсутствие конфликта И нам может быть всё равно интересно. Мы можем, опять же, создавать произведения, которые копируют и пытаются казаться документальными и вызывать интерес именно таким образом. То есть, мы можем написать документальное произведение по тому или иному поводу, хотя оно полностью с нуля вымышленное, и на этом фоне выдерживать интерес. Но зачем нужен конфликт как инструмент? Давайте подумаем. То есть, этот инструмент есть, он не обязателен, но он очень эффективен. Это во-первых. Он позволяет удержать внимание читателя на конкретном противостоянии, которое является в достаточной мере контрастным. В реальной жизни мотивация человека довольно нечёткая, размазанная во времени, и часто её истоки скрыты от самого человека. В итоге конфликт – это зона интереса, которая привлекает к себе внимание и позволяет удерживать интригу. Это хороший и сильный инструмент, который при правильном использовании может привлечь внимание к вашей работе. Вот. Он не обязателен, но инструмент сильный, поэтому использовать его вполне допустимо. Если конфликт не обязателен, то зачем его использовать? Потому что это простой, эффективный и качественный способ взаимодействия с читателем. Это простой способ удивить его, простой способ двигать действия. Та же конфликт легко вписывается в разные жанры – драмы, трагедии, комедии, а также может быть как внешним, так и внутренним. Если мы можем сказать, что тот же Достоевский редко делает акцент на действия, как в боевиках, то мы не можем сказать, что его произведения лишены конфликта. Просто конфликт у Достоевского перенесён во внутренний мир. То есть, можно сказать, что… Тоже можно сказать и про мелодрамы, например. Там тоже есть конфликт. Двое любят друг друга, но почему-то не могут быть вместе. Что встаёт между ними вообще-то? Существует какая-то преграда, которая мешает реализоваться романтическому желанию двух влюблённых. Это тоже конфликт, безусловно. То есть, конфликты мы можем обнаружить практически в любом жанре, практически везде. Даже в порно. Есть ещё один нюанс. Любое противоречие между персонажами мы можем рассматривать как конфликт. Это довольно абстрактное понятие, да, это сам конфликт. Конфликт – это тело текста, которое создаёт его динамику. И чаще всего литературные конфликты крайне гиперболизированы. Потому что это позволяет ярче взаимодействовать с читателем и оставлять у него более яркие впечатления. Конфликт используем. Теперь моя личная фишка, да, моя проблема. То, на чём я работаю. Я здесь буду очень радикальным. Философия почему-то в скобочках двух. Третьей не хватает. Я не знаю, почему в двух скобочках. Это я что-то пропустил. Идеи произведений. Философия. Для меня одним из основных параметров в литературе является её философия. Именно поэтому чаще всего меня отталкивают наивные христианские идейки, которые проповедовались в русской классической литературе, или похожие марксистские идейки. Классическая литература часто была свалкой популярных философских идей своего времени. Ни Достоевский, ни Толстой, ни Чехов, ни другие писатели в большинстве своём не были интересными мыслителями. И обыкновенно предоставляли своим читателям десятикратно переваренные продукты мыслительной деятельности философов. Я же всегда писал прозу как действующий философ и создатель своего собственного философского направления. Лишь в редких случаях глубина и самостоятельность авторских идей поражала меня в литературе, потому что в большинстве случаев никто не делает на философской идейности ни творческого, ни ремесленного акцента. Отмечу, что под идеей я понимаю исключительно набор тех философских убеждений, которые находятся в литературном произведении и подают себя через диалоги, речь автора и так далее. Помимо идеи существует ещё и задумка. Задумка – это положение дел в романе, представляющее, по мнению автора, его основную ценность. Например, если есть задумка написать роман, в котором не будет ни одного человеческого персонажа. Эта задумка – это не идея в моём, вот в данном представлении, в данном разделении. Философские идеи – это не имеет никакого отношения, но это по сути задумка, которой можно объяснить причину существования романа. Задумка может быть оригинальной и неоригинальной, как и философская идея. Мне видится, что если произведение имеет сама цель в эстетике, то оно написано исключительно ради развлечения. Развлечение здесь понимается в широком смысле, то есть произведение не обязано дарить вам радость, оно не напрягает ваши мыслительные способности, и в этом его главная задача. Оно работает с вашими эмоциями. Это и есть по сути развлечение. Мне видится, что у прозы есть и другая, более существенная задача, то есть проводить через себя новые философские идеи. Но для этого и сам писатель должен быть полноценным мыслителем, а таковых среди писателей не было от слова совсем. К сожалению, для того, чтобы развиваться в этом направлении, необходимо быть оригинальным философом, имеющим свою уникальную систему взглядов. Таких людей в наши дни не так уж и много, зато очень много готовых переваривать сотни раз повторенные смыслы христианской философии, и философии Канта. В таком случае христианство или Кант выполняют тоже эстетическую и развлекательную функцию. Они нужны в основном для отсылок, для того, чтобы читатель мог улыбнуться и насладиться собственной эрудицией. Редко, когда мы встречаем в литературе полноценную аргументацию или уникальное философское учение. Даже Достоевский, который известен философскими, в кавычках, диалогами, скорее смехотворен по сравнению с диалогами того же Платона. Понятно, что для людей, которые не читали даже Платона, Достоевский может показаться гением мысли. Но слишком обрывочно и человечно звучат реплики разных персонажей, основу аргументации Достоевского. Все это прежде всего строится на воздействии на эмоциях читателя. То есть, на риторике слезинка младенца, вот это вот все, вот это вот я так сказал, пророк не пророк в итоге Достоевский. Вот это вот все является прежде всего эмоциональным риторическим звеном. Если Бога нет, то все дозволено, хотя это никак и одно из другого не следует. Если Бога нет, с чего это все дозволено? Ты дурачок что ли? Ну, тут риторика чистой воды. Серьезно относиться к высказываниям Достоевского может только человек, который очень легко поддается воздействию эмоционального давления, риторики и всего такого. К сожалению, да, к сожалению. То есть, даже Достоевский, который считается автором философских таких вот диалогов, да, в итоге в своих произведениях, там от философии очень мало чего. Решающее значение имеет именно то, что правильная мысль должна быть выражена максимально красивой и привлекательной. В этом нет никакой философии, на мой взгляд. Вот. Для себя я вижу фундаментальной задачей, именно для себя, призывать пронизывать свои произведения собственной философией, философскими и духовными практиками. Описывать пользу философии как таковой и моего собственного направления, а также знакомить зрителей и читателей с разными направлениями мысли, во всем их многообразии и сложном взаимодействии друг с другом, разбавляя все это интересными приключениями, масштабными действиями, привлекательными персонажами и многими другими вещами. Проза позволяет мне философствовать на таком языке образов и символов, который оказывается недоступен большинству философов и вообще в рамках философских жанров. Более того, ну то есть проводить какие-нибудь мыслительные эксперименты и так далее, так далее, так далее. Более того, книги позволяют моделировать разного рода фантастические и вполне реалистические ситуации, в которых те подходы, которые я продвигаю, могут оказаться необходимы. Если бы проза не позволяла это делать, то есть мыслить в действии, мыслить с помощью воображения и продвигать свою идею благодаря этому, то я бы не занимался написанием прозы, потому что у нее было бы вообще мало смысла, я бы не стал это писать, мне было просто скучно. Чтобы научиться развивать философскую идею в прозе, необходимо стать философом. Но, когда вы им станете и вам будет что донести, тогда я вам дам совет. Не будьте навязчивы в своих идеях, не злоупотребляйте авторской речью, она мало кому интересна. Заставляйте свои идеи жить среди других идей, то есть в диалогах, конечно же. Не делайте чужие идеи беспомощными и слабыми по сравнению с вашей великой, непобедимой и так далее. Это поможет создать хороший конфликт, это важно. Не боготворите свои собственные идеи, потому что в конечном итоге и они могут оказаться ошибочными. В общем, не превращайте написание философского романа в идолопоклонничество своей философской точки зрения. Через роман вы выражаете себя и свою мыслительную деятельность, но это не значит, что вы должны возвышаться над остальными и презирать их. Каждая идея в вашем мире может найтись место. Именно иногда им стоит давать шанс. Также будет намного интереснее, даже если при всех прочих условиях ваша идея в итоге победит. Писатель, в отличие от философа, будет выглядеть невыгодно в слепоте к другим идеям. Если философская литература одна из целей – возвеличить свою идею и изничтожить все остальные, то в писательстве все немножко иначе. В художественной литературе лучше показывать жизнь идей, включая вашу. Тогда это будет интересно, замечательно, тогда это будет вызывать внимание, тогда это будет то, что нужно, соответственно. Небольшое дополнение. Развитие разных сюжетных линий и ружье Чехова. Если на стене висит ружье, то оно должно выстрелить. Если вы начали какую-то сюжетную линию, то она должна пройти через все стадии. Завязка, развитие, кульминация, развязка. Так некоторые любители литературы и писатели подходят к делу. Такой подход, конечно, не является обязательным. Многие классики не могут похвастаться тем, что они развивают каждую из своих линий и доводят ее до кульминации. Часто даже главные сюжетные линии обрываются без кульминации, потому что… Стоп, нет. Часто линии сюжет… Сейчас, блядь, я неправильно написал, прошу прощения. Часто линии обрываются без кульминации, потому что они служили вспомогателями для развития тех или иных персонажей. Не всякое ружье выстреливает, потому что оно может носить разные задачи в повествовании. Обязательную, описательную, указывающую на характер героя. Или даже обманывать читателей может эта, собственно, вещь. Сделанный акцент на том же ружье может создать у читателя впечатление, что это ружье обязательно выстрелит, но в итоге этого не произойдет. Обманывать ожидания – это довольно важно. Это одна из функций искусства, в том числе. И Чехов был неправ, я считаю. Так вот. Несмотря на то, что все это совершенно необязательно, я рекомендую написать несколько произведений или рассказов сразу с несколькими линиями сюжета. За образец можно взять простейший роман в стихах Евгения Онегина. Там вы сможете зафиксировать две большие линии взаимоотношений Онегина и Ленского, взаимоотношений Онегина и Татьяны. Вот они, две линии. Эти линии в течение повествования сменяют друг друга, что нам и интересно подметить для практики. Рекомендую вам попрактиковаться писать романы по схеме завязка, развития, кульминации, развязка, где имеется несколько сюжетных линий, от двух до четырех. И все они должны поочередно сменять друг друга по более сложной структуре, чем просто следовать друг за другом. То есть мы раскрываем не так, не одна линия, кульминация, это конец закончилась, другая линия закончилась, третья линия закончилась. Смешиваем. Например, все начинается с завязки первой линии, потом идет завязка второй линии, потом развитие первой линии, завязка третьей линии, развитие второй линии, завязка четвертой линии, развитие третьей линии, кульминация второй линии, развитие четвертой линии, кульминация первой линии, развитие второй линии, кульминация третьей линии, развязка третьей линии, кульминация четвертой линии, развитие... Ну, видимо, здесь не развитие уже, а вы поняли, завершение, развязка, развязка, четвертая линия. Попробуйте работать по такой схеме, ну, например, вот по этой данной схеме, потом попробуйте другие схемы, поперемешивайте эти линии, их, в общем-то, попробуйте преподносить очень по-разному. Тогда у вас получится разнообразно, насыщенно, много разных линий, они не будут подаваться поочередно, они будут подаваться в странном порядке, не хаотичном, но сложно структурированном, это может людям понравиться. Вам важно понять сам принцип смешивания, чтобы ваши произведения не смотрелись несколько топорно. Когда вы набьете себе руку, то сможете создать сложные тексты, не задумываясь о подобных структурах, но для начала я рекомендую попрактиковаться на подобных примерах. Также вплетайте в повествование чеховские ружья. Ну, опять же, для практики их не обязательно вплетать, но для практики можно. Чеховское ружье. Принцип драматургии, согласно которому каждый элемент повествования должен быть необходим. Несущественные элементы должны быть удалены. В истории не должно появляться элементов, обманывающих ожидания аудитории, тем, что никогда не играют роль в дальнейших событиях. Но с чеховым я здесь, конечно, абсолютно не согласен, это его какие-то пунктики, пусть они при нем и останутся, но научитесь писать с использованием чеховских ружей, обязательно. Это полезный навык, иногда он пригодится, в том числе для того, чтобы обманывать ожидания зрителя. Потому что, когда вы видите чеховское ружье, вы знаете, что оно выстрелит. А знаете ли вы? Вы же автор, вы можете сделать так, чтобы оно не выстрелило. Если следовать всем советам, которые были приведены выше, то получится, что мы будем создавать неживой текст и искусственную структуру, в которой нет ничего случайного и спонтанного. Это отделяет текст от реальности и делает его более искусственным, а также более предсказуемым. Потому что мы всегда будем знать, что все линии к чему-то приведут и даже приблизительно понимать, к чему они приведут. Вот оружие, так скажем, уже развешенное. Мы знаем, когда они выстрелят и что, кого они убьют даже, может быть, мы знаем уже. Если фильм или книга построены по обозначенным правилам, я могу уже заранее рассказать сюжет, прочитав только завязку и часть развития. Вроде бы такой подход должен служить обратному, то есть усложнению структуры сюжета, но в конечном итоге подобные связки лишь упрощают зрителю задачу предугадывания чужого сюжета. А потому ими можно пренебречь очень часто. Или использовать их для того, чтобы обмануть зрителя и читателя. Что тоже прекрасно, что тоже интересно, что тоже может иметь множество разных позитивных эффектов. Вот. Ну что, давайте. Теперь разберем повествовательные приемы. У нас еще около часика здесь есть. Давайте поразбираем некоторые приемы. Все материалы, которые здесь находятся, они, в общем-то, скопированы из википедии. Я поэтому не думаю, что я буду их особо зачитывать, во-первых. Они просто скопированы из википедии, мы будем их обсуждать. Бэкстория. История, которая предшествует событиям, рассказанной истории, прошлые события или, в общем-то, предыстория, которая придает смысл текущим обстоятельствам. Не люблю бэксторию. Я лично не люблю бэксторию. Может быть, вы можете рассказать интересную бэксторию. Если можете, можете прибегать к этому приему. Прием довольно простой. Но обычно в произведениях меня бэкстории нервируют. Они как бы отвлекают от общего действия. Мне интересно узнать про персонажа сейчас, а не про то, что там какой-то персонаж миллиард лет назад, где-то когда-то что-то кого-то раскрывался, вскрывался и так далее, и так далее, и так далее. Мне не нравится бэкстория, вам они могут нравиться. У меня бэкстория в неуловимом Сигурде Кёниге есть. Правда, там роман построен по такой структуре, что у вас основное действие бэкстория к мужскому персонажу, основное действие с женским персонажем, потом бэкстория к женскому персонажу. И такая структура применяется много раз, и они друг друга сменяют. То есть, это часть прямо сюжета получается. Но тут как хотите. Клиффхенгер. Художный прием в создании сюжетной линии, в ходе которой герой сталкивается со сложной дилеммой или последствием своих или чужих поступков, но в этот момент повествование обрывается, таким образом оставляя развязку открытой до появления продолжения. Ну, вы знаете, клиффхенгеры. Применяю ли я их? Да, пару раз, несколько раз. Несколько раз, ладно, раз 10, может, за 80 романов я применял клиффхенгера. Обычно нет. Ненадежный рассказчик. Вот этот прием интересный. И его я применяю реже. Но я его вскоре применю. У меня есть роман, в котором скоро, в планах у меня имеется произведение, которое будет применять вот этот метод ненадежного рассказчика. Герой-повествователь, сообщающий заведомо недостоверную информацию. При этом происходит нарушение негласного договора между автором и читателем, согласно которым события должны описываться достоверно. Ну вот. Вот так вот. Это интересная штука. Можно использовать. Ну, в смысле, я ее поддерживаю, она мне кажется интересной, я ее вскоре сам использую. Обрамление или сюжет в сюжете. Вид композиции повествовательного произведения, при котором одна или несколько фабульных единиц, новелл, сказок, бассейн, притч объединяются путем включения их в самостоятельную фабульную или нефабульную единицу рамку. В ней сюжетный элемент повествования. Фрагмент текста художного произведения. Ну, в общем, я так не делаю. Хотите, делайте. Отвлекающий маневр. То, что вводит в заблуждение, отвлекает от соответствующего или важного вопроса. Ложная улика, предназначенная для того, чтобы привести следователей к неправильному решению. Тип дезориентации. Прием, предназначенный для отвлечения главного героя и следователя читателя от правильного ответа или от места соответствующих подсказок или действий. Такой поворот сюжета наиболее характерен для жанров детектив и мистерия. Например, в детективной литературе невиновный может быть намеренно изображен как крайне подозрительный персонаж с помощью соответствующего акцента или описательных приемов, чтобы отлить внимание от истинного преступника. Ну, вы поняли. Тоже допустимо в разных жанрах и очень часто это работает. Так что, вот. Отти. Внезапное прерывание потока игры слов, указывающее на окончание Рокугу и Кабанаси. Ой, что он здесь делает? Парадокс предопределения. Парадокс путешествия во времени, когда путник попадает в петлю событий, которые предопределяют его путешествия назад во времени. Повествовательный крючок. Крючок. Литературный прием в начале истории, который зацепляет внимание читателя, чтобы он продолжал читать. Вступление может состоять из-за нескольких абзацев для короткого рассказа или нескольких страниц для романа. Но в идеале это должно быть первое предложение в книге. Вот такое. В начале можно какое-то цепляющее предложение впустить. Ну, очень часто использующимся методом для, собственно, составления сюжета является поворот сюжета. Это происшествие, изменяющее ситуацию в фильме или сериале, или книге с точки зрения героя или зрителя. Точка в сценарии, где история сворачивает в какое-то неожиданное русло. И таким образом автор делает свое произведение более непредсказуемым, а значит и интересным для зрителей. Ну, вот как-то так. Повороты сюжета часто применяются. То есть, вот это повороты, да, когда что-то оказывается не тем, чем оно казалось с самого начала. Ну, там, опа, 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 а мы в симуляции, оказывается. Опа! Не знаю, не знаю, Морфеус там нас всех предал. Там, опа, а, допустим, в Матрице, там, вся вот эта вот Матрица, есть Матрица, есть Сион и Сион, это тоже иллюзия, там, например. Опа! И так далее, так далее, так далее. Вот этот поворот. Желательно, чтобы он был реально непредсказуем. Вот. Поэтическая справедливость. Литературный прием, в котором, в конечном счете, добродетель вознаграждается, порочиста оказывается. Не люблю этот прием. Никому не рекомендую. Это пошло, но можно, но пошло, соответственно. Предзнаменование. Литературный прием, при котором писатель заранее намекает на то, что произойдет позже. Можно и так. Самоисполняющееся пророчество, тоже понятно. Предсказание, которое косвенно влияет на реальность таким образом, что в итоге оказывается верным. Тоже стандартная штука. Ситуация тикающей бомбы. Угроза, надвигающиеся катастрофы. Часто используется в триллерах, где спасение или побег являются важными элементами. Ну, можно и так. То есть, что-то, что нас подгоняет, получается. Флэшбэк. Художественный прием. Прежде всего, в кинематографе. С временным прерыванием последовательности повествования с целью показа неких событий в прошлом. Флэшбэки, на мой взгляд, лучше, чем... Ну, вот то, что мы вначале разбирали. Лучше, чем... Бэкстори. Бэкстори длиннее в среднем, поэтому... Ну, в среднем. Они просто длиннее и нафиг они не нужны. А флэшбэки, они короче, и чё бы и нет. Флэшфовард. Частный случай, в общем-то, пролепсиса. Повествовательная техника, состоящая от клонения от реальности и повествования в будущее. Часто представляет события, которые ожидаются, прогнозируются или воображаются, чтобы произойти в будущем. Ну, короче, противоположность флэшбэка. Чеховское ружьё разбирали. Ф-катастрофа. Внезапный поворот событий в истории, который гарантирует, что главный герой не встретит какую-то ужасную, надвигающуюся и очень правдоподобную и вероятную гибель. Так, ну чё, давайте ещё посмотрим. Ломка четвёртой стены. Разрушение воображаемой стены между персонажами и аудиторией. Ну, вы знаете, там бывает к вам персонаж из фильма обращается, такой, там кино-кино, он играет, а вот он такой. Привет, зрители. Я знаю, что вы меня смотрите. Типа, да. Ломка четвёртой стены. Так, магический реализм. Художественный метод, в котором магические элементы включены в реальную картину мира. Тоже возможно. Мультиперспектива. Когда вы работаете с позицией абсолютно разных персонажей. Мультиперспективой я пользуюсь в последнее время. До этого я писал авторскую речь от первого лица преимущественно. Иногда от лица некоторых персонажей. Да, то есть иногда я писал от лица персонажей, иногда от лица автора. Некоторые романы, некоторые у меня из мультиперспективы написаны. И в последнее время очень много романов написанных с мультиперспективой, на самом деле. Отстранение. Приём, имеющий цель вывести читателя из автоматизма восприятия. Например, автор берёт повседневный предмет и представляет его странно незнакомым образом, чтобы аудитория увидела объект по-новому. Ну, поток сознания – это тоже определённый, в общем-то, тип повествования в литературе, преимущественно монолитического направления, непосредственно возводящий душевную жизнь персонажа посредством словесной регистрации разнородных проявлений психики, которые чаще всего представляются вне всякой логической и причинно-следственной связи. Рассказ от первого лица – всё понятно. Рассказ от второго лица – тоже всё понятно. Рассказ от третьего лица – тоже всё понятно, да, никаких вопросов, я думаю, не возникнет, если что, прогуглите. Суррогата автора или аватар автора тоже в произведении может присутствовать, то есть, кто-то, какой-то персонаж отыгрывает роль автора. Тоже такое бывает. У меня, кстати, такое тоже будет впоследствии, сейчас уже в одном романе есть. А, суррогата аудитории. Персонаж, который выражает вопросы и замешательства аудитории, с которыми читатели-зрители могут отождествить себя. Часто используются в детективной и научной фантастике, где рядовой персонаж спрашивает главного героя, как они совершили определённые поступки с целью побудить героя объяснить. В общем, всё это. Ну, как раз Ватсон. Суррогата аудитория Ватсон. Ну вот, друзья, мы подходим к концу. Получасовой вывод надо сделать. Ух, 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 ух. Ну что, ну что. Мы разобрали основные моменты, связанные с составлением нарратива. Мы прошли по основным вопросам, которые вам могут понадобиться. За исключением вопросов изучения русского языка, стилистики русского языка или нерусского языка, неважно, да. Любого языка, на котором вы будете писать. Мы прошли эти вопросы. Мы эти вопросы проигнорировали. Прошли те вопросы, которые вам понадобятся для составления нарратива. Диалогов и прочих вещей. Огромное количество аспектов, которые были разобраны. Если вы хотите научиться нормально писать, вам придётся учиться их осваивать самостоятельно. То есть прописывать персонажей, прописывать те реплики, которые они произносят, прописывать их характеры. Берёте листочек, рисуйте. Может быть, рисуете персонажей. Я рисую персонажей. Можете тоже рисовать персонажей. Берёте листочек, рисуете персонажа, прописываете его характер. Возможно, прописываете его темперамент. Если вы хотите на теорию темпераментов опираться. Если вы хотите больше опираться, например, на теорию архетипов Юнга, можно архетип его прописать. Если хотите опираться, например, на соционику, можно и на соционику опираться. Можете опираться на всё, что угодно, лишь бы вы понимали, какие характеристики должны быть у этого персонажа, как он будет говорить, какие слова будет использовать и так далее, так далее, так далее. Если вы не хотите эти характеристики вбивать, просто пишите, какие характеристики он будет использовать, как он будет говорить, у него длинные предложения, короткие предложения. Рисуйте, пишите, запоминаете внешность его, запечатляете каким-то образом. Можно и не рисовать, конечно, но, наверное, лучше нарисовать, ну, так проще обычно. Прописывайте. Миры, тоже тренируйтесь прописывать миры, чтобы у вас более широкий диапазон возможностей был, не знаю, старайтесь не повторять чужие миры, выбросьте книжки Толкина, обязательно Перумова, вообще просто не вспоминайте про них, они вам не понадобятся, они вам не нужны. Чтобы тренироваться, вы должны не повторять их, нет никакого смысла повторять Перумова, если вы тренируетесь создавать новые миры, не подражайте Перумову, например, не подражайте Толкину, никому не подражайте, пытайтесь создать мир, вот здесь такие растения. У нас бесконечное множество разных растений может быть, в этом мире такие-то животные, животных тоже может быть неограниченное множество, проявите фантазию в конце концов, не орки там, не драконы, не эльфы, в топку, в топку эльфов, в топку драконов, в топку все это, географию оригинальную попытайтесь сделать, не земля, но что-то другое. Тоже неограниченное, в общем-то, поле для вашей фантазии. Применяйте фантазию, работайте в создании миров. Конструируйте их, создавайте карты, прописывайте какие-нибудь небольшие книжечки, в которых у вас будет энциклопедия тех видов и растений, животных и грибов, которые встречаются в вашем прописанном мире. Научились создавать миры, вы молодец, я вас поздравляю, да, последовательно прошли этот путь, вы молодец. Структурой тоже все понятно, пишите рассказы в этой структуре, любые рассказы, там Вася, Вася не любил Петю, а Петя не любил Васю, потому что Вася однажды, не знаю, увел у Пети девушку, допустим, девушку. И они оба друг другу теперь не нравятся, и Петя, и Вася друг другу очень сильно не нравятся. Девушка ушла к кому-то другому вообще, от того, кто там ее увел, я не помню, но они все равно друг друга не любят. Вот такая вот завязка. И вдруг, ну, завязка все еще продолжается, они встречаются в баре, и у них возникает спор, а кто победит в боксерском поединке, ну, они делают свои ставки, и начинается боксерский поединок, соответственно. Ага, поединок, развитие действий. Затягивается на 12 раундов, ни Пети, ни Вася, никто пока что не побеждает. Петя и Вася равны друг другу. Петя и Вася друг с другом соревнуются. Но вдруг в этом же зале оказывается вот та самая тянка, в которую они влюбились. И вдруг у Васи пробуждается какая-то, ну, знаете, такая сила, что ли, сила, и он наносит удар по Пете, и Петя падает без сознания в нокауте. И Вася такой спускается, забирает свои деньги, подходит вот к этой девушке, а вдруг подходит еще один парень к ним, вот тот, которым она встречается. И завязывается еще одна драка, но Вася-то он уже, как бы, победил один раз, он должен доказать, что он настоящий боевой олень, но вступает в еще один поединок. Вот, а потом подходит друг побежденного, ну, и, соответственно, Вася побеждает нескольких человек по очереди, потом покидает вот это вот место, где делали ставки, где бои проходили, и там на него целая толпа нападает и забивает его до смерти. Кульминация, конец. Вот таких рассказов напишите много, их можно придумывать бесконечно, множество по данной структуре. Никакой сложности это на самом деле не представляет, но понять эту структуру очень важно. И она не является сложной, что самое главное. Это очень простая структура, освоите ее, повторяйте ее, не думайте, что она единственно верная, просто освоите, просто освоите, это будет хорошо. Вот все вот эти вот штуки можно даже не осваивать. Вот это все, вот это вот все, как бы, это инструменты тоже, они могут помочь, но их можно принципиально не осваивать, они никакого толка особо не имеют. Диалоги. Ну и, соответственно, учитесь конфликт выстраивать, это тоже очень важно. У вас должна быть мотивация. Персонаж, Вася, герой, лидер, борец, настоящий русский патриот, например. И, Петя, немец, злодей, фашист, там, не знаю, националист, который хочет истребить всех русских, не одобряем. Что делать? Конфликт, 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 конфликт возникает. Учитесь прописывать мотивацию персонажа, чтобы это было более-менее ярко, чтобы мотивация действительно двигала персонажей к тому, что у них возникает конфликт. Можно писать без конфликта, но научитесь делать с конфликтом в том числе, чтобы уметь его анализировать, чтобы уметь его понимать, чтобы вдруг чуть что уметь писать как надо с конфликтом. И тогда у вас все пойдет хорошо. Хорошо. Диалоги. Диалоги – это сложно. Учитесь прописывать диалоги, читайте Платона, читайте Шадова, читайте, не знаю, Тарантино тоже может. Хотя Тарантино лучше не смотреть. Тарантино – это потом. То есть, до уровня Тарантино вы дойдете через много-много-много-много попыток. Сначала учитесь писать нормальные диалоги, целостные, структурные, серьезные, может быть, сначала. Что вас интересует? Интересуют котики. Напишите просто небольшой рассказик про котиков. Привет, Маша, ты любишь котиков? Маша отвечает, котиков-то я люблю, но не всех. А каких котиков ты не любишь, Маша? Она вам отвечает, а вот я не люблю вот таких вот котиков и таких котиков не люблю. А вот Мэн-Кунов там, или как их там зовут, вот их я очень сильно люблю. Вот, вы спрашиваете, ну и что в них? Они же здоровенные, эти коты. Зачем они вообще нужны? Зачем эти здоровые коты нужны? Я боюсь этих Мэн-Кунов. А чего их бояться? Они же миленькие, отвечают на Маша, допустим. Ну и поехали, поехали, поехали. Диалог, связка. Ну, помимо того, что диалог был просто связан, и еще неплохо, чтобы он раскрывал персонажей. И выполнял какие-то еще дополнительные функции. Двигал сюжет, раскрывал идею, веселил и развлекал, да, там какая-нибудь юмористическая составляющая может быть. Вот, 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 вот. И все это, ну, много что нужно, в общем-то, здесь учитывать. Чтобы диалоги были не просто так, чтобы они работали, чтобы они продвигали сюжет, чтобы все это было красиво, сильно и интересно. Чтобы выражались интересные идеи, очень много надо над собой в том числе работать, чтобы эти идеи вообще уметь породить. Вообще, в конечном итоге, проза, и поэзия, да, я всегда говорил, что вход в прозу для большинства людей является самым простым из всех возможных, потому что, ну, любой идиот может писать стихи в конечном итоге. Поэтому мы поэты, мы не сравниваем друг с другом, кто пишет наиболее клевые стихи с точки зрения ремесла и техники. Мы сравниваемся скорее в том, чей масштаб личности больше, чей опыт важнее, чей опыт уникальнее и сильнее. Проза сложнее в этом плане. То есть, вам нужно освоить какие-то большие, сложные, структурные объекты, которые куда сложнее, чем то, что осваивается в поэзии, намного сложнее, чем то, что делается в поэзии. Поэзия, она очень локальная, там маленькие произведения могут быть уместны. Поэзия в среднем намного легче, намного легче и осваивается. Вы осваиваете очень простую технику, ну и поехали свои эмоции выражать. И дальше вопрос заключается прежде всего в том, насколько ваши эмоции уникальны и интересны для читателя. Как-то так. А вот в прозе, это тоже важно, и важен масштаб личности, автора, его философская позиция, его интеллектуальная деятельность, его стремление к изобретательности какой-то, к экспериментаторству. То есть, если всего этого у автора нет, а что у него там читать-то вообще? Что может написать бездарный, глупый автор? Без каких-либо, без какого-либо опыта, без каких-либо данных, без каких-либо аналитических способностей? Да ничего, на самом деле, интересного он написать не может. И в этом заключается парадокс. То есть, для того, чтобы писать хорошие поэтические и прозаические тексты, вы должны быть больше, чем просто человек обычный. Просто, чем просто человек, у которого обычный опыт. Вы должны быть человеком, у которого есть уникальный опыт, который может этот опыт перенести. Хотя бы даже опыт, может быть, он нереальный, а воображаемый. То есть, то же ваше воображение так хорошо работает, что оно преподносит вам такой опыт, которого нет у других людей. Это всё большая, колоссальная работа над собой, но не с точки зрения ремесла. Потому что многие люди умеют писать с точки зрения ремесла. Сонаристы, поэты, писатели, у каждого своё ремесло, и они пишут с точки зрения этого ремесла. В этом толка никакого особо нет, потому что есть что-то выше, чем ремесло. То есть, и это автор. И это именно в авторе раскрывается. Освоить ремесло в простом виде может каждый. Всё, что я сейчас перечислил, те ремесленные аспекты, которые я вам показал, вы их освоите. Вы потратите месяц, вы потратите два, вы потратите три. Вы сделаете множество разных упражнений, вы напишите множество разных диалогов, вы создадите множество разных персонажей, вы научитесь делать так, чтобы они взаимодействовали, вы научитесь отбирать наиболее эффектные, хорошие диалоги, которые двигают сюжет, раскрывают персонажей, раскрывают идею, или веселят кого-то. И как только вы научитесь это делать, вы уже будете мастером писательского ремесла. Но быть ремесленником – это ничтожно в конечном итоге. То есть, если вы просто хороший ремесленник в писательстве, вы никто, по сути. Нет, хорошее ремесло – это прекрасно, оно вам поможет, оно поможет ваши гениальные идеи, если они у вас есть, воплотить гениальные задумки ваши, реализовать, сделать их читабельными, призвать зрителей. Зрителям это понравится, наверное, возможно. Зрители оценят, с одной стороны, и ваше старание с точки зрения ремесла, и с другой стороны, с точки зрения творчества. Это если все хорошо пойдет, и с зрителем реально, ну, реально как-то ваши работы будут попадаться. Ну, а если вы ничего не умеете, считайте, вы проиграли. Развитие разных сюжетных линий, ружье Чехова – тоже очень важная вещь. Учимся, потому что это инструменты. Наша цель – собрать как можно больше инструментов. Не идолов, не идолов, которым мы поклоняемся, а инструментов. Чеховское ружье, мы им владеем, мы можем его использовать, мы можем его не использовать. Линии разные сюжетные развивать мы можем, а можем не развивать. Осмысленно. Вот мы какую-то линию просто прерываем, там, не знаю. А Онегин никогда не встретится с Татьяной, например. Просто никогда не встретится. Вот была Татьяна, он ее отшил, и все, пошла, пошла вон, короче. Охренеться. Никакого Петербурга не будет. И все нормально. Никаких проблем от этого не происходит. Среднестатистический читатель не заметит никаких проблем. Понимаете, в чем дело? И все, и это хорошо. А может и заметит, он будет внимательно читать, и будет ждать, пока вот линия с Татьяной вашей какой-нибудь разовьется, а ее не будет этого развития. Он такой, блин, блин, а я хотел, чтобы она была. И он почувствует какую-то негативную эмоцию. А мы от него эмоции и ждали. Мы эмоции выживаем у него. Мы вызываем у него опыт, пытаемся наш опыт ему передать. Мы вызываем у него разные эмоции. Так что, возможно, мы таким образом и цели свои добились некоторой. Ну что, давайте тогда вывод делать финальный. Я искренне надеюсь, что, послушав эту лекцию, вы научитесь очень много чему. Я надеюсь, что вы, послушав эту лекцию, будете практиковаться, потому что нет ничего важнее, чем практика. Вы не научитесь писать, пока это не будет идти у вас самостоятельно. До автомата не будет доведено. Это так же, как со стихами. Помните, я про стихи вам читал лекцию. У меня есть лекция по стихам. И я там рассказывал, что нужно довести ритмику до автоматизма. Тогда вы сможете писать очень легко и непринужденно. Чтобы заучить ее до автоматизма, достаточно долго, много, в течение месяца регулярно писать стихи, осваивать, думать. Вот эти вот, собственно, все схемки вырисовывать сначала, ударение проставлять. Потом вы просто будете ритм этот чувствовать. Вы сможете его менять в нужный момент. Вы можете его убрать. Вы сможете иногда некоторые предложения делать с ритмом поэтическим. То есть, диапазон ваших действий станет гигантским просто в этом плане. У вас тоже появятся инструменты, которыми вы сможете управлять. То же самое и с прозой. Так, теперь вывод важный. Нет ни одного важного, нет ни одного такого произведения искусства, в котором бы все аспекты были представлены в наилучшем виде. И при этом происходящее не было бы подано труднодоступно. Чаще всего автор заранее выбирает направление и решает, какие из аспектов будут развиты, а какие нет. Например, если основная цель автора – это описание прекрасного фантастического мира, ну то есть среды, то он вполне может создать шаблонных персонажей, через которых мир будет показываться четче и понятней. Не всякий персонаж может позволить себе стать раскольниковым. Потому что читать такое произведение в большинстве случаев будет просто неинтересно. Сложно себе представить читабельное произведение, где и персонажи прописаны до уровня Достоевского, и диалоги длинные, похожие на платоновские. Не, я имею в виду не Платонова, я имею в виду Платона. Платона, да, в данном случае. И сюжет еще максимально динамичный, остросюжетный, яркий. Происходят небывалые события. Не просто старушки, тюк, а прям просто, ну, мировые колоссальные воины третьи, да, там, ядерные разрушения, прилетают инопланетяне, там, жрут младенцев и так далее, так далее, так далее, да. И, да, и чтобы еще действия эти удивления вызывали, и происходящие события поражали своей уникальностью, и мир был прописан. Так еще сверху, чтобы и ружья все выстрелили, и все линии были раскрыты, и все персонажи, и все везде было раскрыто. Ну, это очень нудный текст получится, если все это будет в одном тексте. Поэтому таких текстов обычно не бывает. У классиков и современных авторов обычно речь идет о том, что они выделяют некоторые интересующие их аспекты и их развивают. Например, у того же Достоевского. Крайне примитивный сюжет. Вот, вот, уберите все, кроме сюжета, останется крайне примитивная структура. Очень простая, очень легкая, очень, в общем-то, ничтожная в этом плане. Ничтожная в том плане, что, ну, вот, просто прочитайте это без мыслей, да, без мыслей главных героев. Мы уже это рассмотрели выше, что вот с мыслями это интересный конфликт там есть, и он развивается, и все хорошо. А вот сам сюжет по себе, он, ну, вот, никакой, по сути. И это нормально, потому что так и задумано. Также я заметил, что у него не только примитивный сюжет, у него недостаточно прописанная среда, и это хорошо. Мало интересные действия и события. Ну, кто-то убивает бабку топором, да и что? Ну, убил и убил, как говорится. Но акцент делается именно на персонажах, их переживаний и изменений. И в этом сильная сторона. То есть, плохо такое произведение, только такое произведение, в котором нет ни одной сильной стороны. А в каком-то произведении вы можете столкнуться с целой мясорубкой, куда забрасывают вот этих вот бабули. А у Достоевского все просто и приземленно. Ну, и не в этом суть. Не на это сделана ставка, не на это сделан акцент, не этим он собирался вас, в общем-то, удивить. Готов поспорить, что любители классической литературы, филологи и прочие фанатики попробуют возразить и скажут, что у Достоевского и прочих классиков, у них все приведенные выше аспекты находятся на наивысшем уровне, потому что они так чувствуют вот эти вот самые филологи. Потому что, да ты посмотри, ну как написано-то, ну посмотри, как красиво, потому что, да он одним словом описал больше, чем Толкин в своих книгах. В целой книге, да. Потому что, да одно убийство бабки, это такое сильное событие, и там они только же она умерла, что ты там про остальных-то забываешь. Я бы хотел ответить здесь, что с безумными фанатиками спорить бессмысленно, потому что они вместо каких-либо значимых аргументов предлагают мне свои эмоции, а не конкретные критерии. Например, количество слов, потраченных на описание среды, это более-менее понятный критерий оценивания. А также уникальность этой среды тоже более-менее можно оценить. Но фанатичные и глупые филологи, не все филологи глупые и не все фанатичные, но те из них, которые глупые и фанатичные, они, конечно, могут нас упрекнуть в том, что, ну ты там не прочитал, ты там не понял, там одним словом всё это выражено. Нет, это не объективные критерии, чисто ваши субъективные ощущения от текста прочитанного, они ничего не стоят. И их анализировать мы не собираемся. Мы сейчас привели чёткие, практически математичные средства анализа. Мы проанализировали, в общем-то, тексты, мы показали, как они должны быть устроены, какие там ключевые моменты в них есть, каких в них нет и почему, собственно, кто-то где-то когда-то делает акценты на одно, кто-то делает акценты на другого. Абсолютно не представлено нигде. И в классической литературе тоже. Вместо этого нам могут возражать, ну, преимущественно эмоциями. Но проблема-то и заключается в том, что эти эмоции, ну, никаким образом нельзя объективно оценить, как великий классик одним словом вместил целый мир, а потому свои религиозные переживания эти филологи могут оставить при себе. Ну, это глупо просто. Ну, это просто глупо, да, противопоставлять, не знаю, гигантский географический справочник одному слову Достоевского, например, или Толстого. Ну, это болезнь, это просто психологическое отклонение у человека. Я вот извиняюсь, если кто-то, если кто-то буквально может географический справочник сопоставить с одним словом Достоевского, вы больной человек. Я вот извиняюсь, но вот честно, я не могу никак, в общем-то, дискутировать с такими персонажами. Если вы можете одно описательное слово Достоевского сравнивать с гигантскими абзацами описаний там какого-нибудь неклассического автора, вы сумасшедший. Прошу прощения. Какое количество и какая значимость действий была произведена. Понимаете, в чем дело? Кто-то убил старуху? Ну, да и что с того? Убийства в разных работах повсеместны. А когда речь идет о таком аспекте, как действие, то, очевидно, Достоевский даже не стремился создать динамичное произведение, делающее акцент на действие. Анализ потому является анализом, разделением, разложением, разборкой, что мы отделяем одно от другого и рассматриваем отдельно от общей структуры и уже потом в контексте этой общей структуры. Понимаете, в чем дело? В этом и суть анализа нашего и не нашего, а вообще любого анализа. Если вы не можете отделить те или иные аспекты от общего и сделать простые выводы об этих аспектах, мне вас просто очень жаль. Я ничего не могу просто с этим поделать. Это просто безумие. Вот простите, вы не владеете банальными методами анализа. Там, не знаю, проклятые гуманитарии, там вот это, да, филологические мрази и все такое. Это юмористические оскорбления, это ирония, если что, да, не подумайте. Так вот, хорошее произведение может очень по-разному обходиться со всеми перечисленными аспектами. Единственное правило хорошего автора заключается, наверное, в том, что все аспекты сразу точно не должны провисать. Если у вас нет ни персонажей, ни интересной среды, ни нормальных диалогов, ни интригующих событий, ничего, то это произведение будет невзрачным. Это и будет произведением, которое написал там новичок, неудачник, человек, который не разбирается ни в ремесле, ни в чем, соответственно. Ничто не должно провисать. Что-то должно быть интересным, уникальным. Да даже в этом проблема, на самом деле, в основном заключается. Вы можете сделать все средним, и произведение тоже будет невзрачным. Оно будет приемлемым, его можно будет почитать, но оно будет невзрачным. Что-то должно быть выдающимся, а все остальное должно быть в лучшем случае, в худшем случае средним. Не обязательно, но опять же, невозможно, невозможно и не обязательно быть гением всего. Гением описания окружающего мира, гением отличных диалогов, одновременно гением глубочайших персонажей, глубоко прописанных со всеми их мыслями, гением действий, где у вас везде боевичок, там все там, не знаю, творится, действуется, экшонится, и все красиво вокруг. Вы просто кашу создадите, скорее всего. Большую, несъедобную кашу. Вы сами, как автор, решаете, на что делать акцент. Впрочем, акцента можно и не делать. И попытаться добиться успеха во всех направлениях, что довольно тяжело себе представить, ибо на раскрытии персонажей, описании мира, описании действий обычно тратится некоторое количество текста. Если автор попытается погнаться за всеми зайцами одновременно, то столкнется с большой проблемой. Его работа окажется нечитабельной и перенасыщенной. Для проработки каждого аспекта он будет вынужден потратить значительный процент, вероятно, крайне большого текста. И это погубит сам текст, потому что сделает его трудночитабельным. Более того, так трудно будет аудиторию найти, потому что одна аудитория цепляется, например, за красивый, уникальный мир. Другая аудитория цепляется за проработку персонажей, их личной трагедии. Кто-то цепляется за общую драматургию происходящего. Кто-то цепляется, соответствует нашей стандартной структуре, например. Кто-то цепляется за чеховские ружья, кто-то цепляется за просто красоту, повествование, окружение и атмосферу, например. В этом плане мы оказываемся в очень сложной ситуации, когда написать уникальное, универсальное произведение для всех просто невозможно. Потому что если вы разовьете все аспекты до идеала, то окажется, что они все будут неидеальны, потому что вы не найдете аудиторию, которая реально оценит все эти аспекты. Вот в чем парадокс. В этом проблема. То есть, будучи идеальным, создав мега-универсальный, супер-классный, сложнейший текст с глубочайшей философией, с персонажами, действиями и всем, вы просто будете не прочитаны. Никем. Потому что все люди будут видеть те аспекты, которые им не нравятся. То есть, потому что большинство аспектов в вашем произведении будет не нравиться большинству читателей. Всегда. Вот такое правило у вас будет. То есть, кому-то не нравится описание сложных персонажей, их мысли и так далее, а вы их там понапихали. Кому-то не нравится описание природы, а у вас их много. Кому-то не нравится описание окружающей среды, его тоже у вас много. Кому-то философия не нравится в произведениях, а вы ее тоже туда засунули. Кто-то ненавидит действия просто. Кто-то действия в искусстве ненавидит. Вот все эти экшн-фильмы, эти Марвел, эти Спайдер-мены, эти Бэтмены, это все безвкусно, это все ужасно. Зачем, если можно, описать глубочайший внутренний мир персонажа? Ну, в общем, понимаете, что бы вы ни сделали в этом плане, в плане абсолютного совершенства, вы все равно обо всем пожалеете. Вы не можете быть совершенны в этом плане. Вы не можете себе позволить быть совершенными, потому что совершенство, это минус, здесь будет. Вот и все. Поэтому надо искать совершенство в одном из аспектов, у которого есть некоторое количество почитателей. Ну, или в одном, двух, трех аспектах. Не обязательно, в общем-то, овладевать в абсолютном, тотальном и безоговорочном мастерстве всеми. Ввиду этого абсолютно неуместна критика нарратива в посредственном обращении к одному аспекту. Например, произведение плохое, потому что персонажи не прописаны. Да ну. Ну, это индукция, она так не работает здесь у нас, да? Или произведение плохое, потому что персонажи не меняются. Ну, пусть. Во многих классических произведениях персонажи прописаны довольно поверхностно или же не меняются на качественном уровне. Это нормально. Часто произведение может не делать акцента на персонажах и быть крайне интересным. Опять же, религиозные фанатики, филологи и любители литературы могут сказать, что это не так. И везде персонажи меняются, потому что они так почувствовали. Но мы здесь говорим прежде всего о качественных изменениях, о подлинном преображении, о том, как персонаж реально качественно меняется. И это видно, и это очевидно, и это бесспорно. Такое бывает редко, к сожалению. То есть, сам факт того, что персонаж проходит какие-то испытания, а потом становится лучше версия самого себя с магическим щитом, доспехами или с деньгами, не говорит нам о качественном изменении. Вообще, качественные изменения происходят в довольно редком количестве произведений. Читатель, конечно, может говорить о том, что ему показалось, что персонаж изменился. Но если это не явно, то анализировать такое просто невозможно. А если это невозможно анализировать, если это невозможно доказать... Ну, в случае анализа произведений об этом лучше на самом деле умолчать, мне кажется. Вот и всё. Ваши личные эмоции, ваши личные переживания по поводу текстов во время споров о литературе оставьте, пожалуйста, при себе. Они не понадобятся нам здесь. Это лишнее, к сожалению. По итогам данной лекции я вёл вас в некоторые важные темы. Но я ещё раз повторю, что нет смысла догматически следовать всему написанному, потому что само нарративное искусство движется вперёд. Старые приёмы начинают казаться банальными и надоедающими. Если когда-то был популярен рыцарский роман, то сейчас он будет смотреться слишком наивно. Повторять за другими не всегда хорошо. Но, как мне видится, для начала вашего пути неплохо было бы освоить многие имеющиеся на руках писатели инструменты, чтобы иметь возможность осмысленно их отвергнуть, ну или анализировать, например, или использовать в неожиданных комбинациях вашем творчестве, чтобы удивить себя и своего читателя. Невозможно просто дать советы и сказать, что тексты нужно писать вот так и никак иначе. Потому что поступать иначе – это и есть главный атрибут творчества. Я не могу запретить вам обманывать ожидания зрителей через нестреляющие ружья, потому что в этом может быть вся суть вашей работы. Творцы существуют для того, чтобы нарушать правила, а не послушно следовать им. Но для более насыщенного и красивого нарушения правил необходимо владеть благбогатым инструментарием. Законы знать, конечно, не обязательно. Тот, кто начнет писать, не интересуясь законами литературы, скорее всего, нарушит их все. Только без знания инструментов и этих законов ваша работа будет казаться слишком бедной, и невыгодной по сравнению с многочисленными ремесленниками, которые заучивают те или иные правила и законы в большом объеме и вовсе не занимаются творчеством. Я бы хотел, чтобы после этой лекции многие вынесли именно стремление к созданию чего-то нового, а не к повторению тех великих методик, которые я и репрезентовал. Мы здесь для того, чтобы заниматься творчеством. Но творчеству напрямую нельзя научить. Я могу лишь указать путь. Надо стремиться к небывалому, нетривиальному, небанальному. То есть необходимо пробовать, экспериментировать и нарушать правила. Возможно, не все правила, но многие правила. И я рекомендую вам заниматься таким хулиганством, литературным баловством, но после того, как вы освоите инструменты. Потому что инструменты вам помогут. Инструменты вам подскажут, где удобнее баловаться, где удобнее обходить. Так что, друзья, спасибо вам большое за то, что смотрели эту лекцию. Спасибо большое, Адам, мое почтение за заказ этой лекции. Я вот с большим почтением кланяюсь за такую прекрасную тему, потому что давно я не писал хорошие лекции про такие хорошие темы, которые мне больше всего нравятся и которые затрагивают самые глубочайшие стороны моей души. Спасибо большое, Адаму, друзья. Спасибо всем, кто прослушал до конца. Лекция получилась очень большая. Она и заказана была очень большая. Она и прописана довольно неплохо. И я свои отступления делал довольно часто, чтобы вам как можно больше это понравилось, чтобы было более насыщенно и более полезно. Я надеюсь, друзья, я искренне надеюсь, что вам тоже понравилось. Я надеюсь, что вам было чему научиться в этой лекции. Я очень много занимаюсь писательством. Это моя основная, в общем-то, деятельность, не считая философии. Мне кажется, да, мне кажется, что-то здесь у нас могло да получиться. Какая-нибудь там искра, может быть, может быть, кого-то зажжет вот этот вот текст, вот этот материал, может быть, кого-то энергетически наполнит. И вы сможете тоже творить, творить, создавать и наслаждаться творением и созданием. Ну всё, друзья. Всего вам доброго. Приходите ко мне обязательно на стримы. На стримах я вас буду ждать. Можем обсуждать разные вопросы, связанные с разными проблемами философии, литературы, искусства. На стримах я более раскрепощен. На стримах я готов с вами обсудить многое. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Ставьте лайки под этим видео. Можете, хотите, делайте репосты, если кому-то это интересно. В общем, кто-то, может быть, кто-то хочет написать романы, может кто-то писать рассказы хочет. Хотя я, кстати, я плох в рассказах. Я не люблю рассказы. Они слишком для меня маленькие. Слишком маленький жанр. Мне сложно умещать мои большие колоссальные идеи массовые в маленькие-маленькие рассказики. И мне очень скучно и грустно развивать людей, и персонажи внутри рассказиков. И скучно, когда даже не приходится никого развивать, потому что далеко не всегда в рассказах развитие может происходить. Вот. Ну что, друзья? Всего вам доброго. До свидания. Наслаждайтесь жизнью, занимайтесь творчеством, и я буду счастлив. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok